Всем, кто будет смотреть нас в записи, тоже слава и почета. Рада вас приветствовать. Вижу первые плюсики. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, если все хорошо, тогда мы плавненько с вами перейдем к тематике нашего сегодняшнего вебинара. Ну, во-первых, я вас приветствую. Это прецедент. Потому что, честно скажу, друзья мои, если видео вдруг не будет, да, если вдруг видео не будет, выйдите и зайдите. Видео есть. К сожалению, видите, у нас же, когда начали внедрять эти 5G, на всех на карантин посадили и начали проводить эксперименты не только над нами, но и над интернетом. Вот. Поэтому у меня, в принципе, самый скоростной интернет, но вот я затрудняюсь как-то это все дело решить. Если вдруг я, ну, просьба к тем, кто видит меня сейчас и слышит хорошо, если вдруг вот в чате будут появляться какие-то вещи по поводу того, что, ну, не видно там, не слышно, то, пожалуйста, да, то, пожалуйста, если можно, пишите людям, чтобы они ходили, заходили и, собственно, будет все хорошо. Ну, друзья мои, мы с вами собрались на прецедентное занятие. Почему прецедентное? Потому что по деторождению все, что связано вообще с детьми, с материнством, занятий не было никогда, да, в плане древнеправославия. И сегодня оно состоится. Я считаю, что вообще то занятие, которое мы сегодня проводим, должно стать для нас некой традицией, потому что материала очень много. Охватить все аспекты невозможно за один вебинар. Я думаю, что будет правильным, если мы создадим целый цикл вебинаров. Я начитаю всю информацию, которую я способна вам дать, всю информацию, которую я могу вам передать, да. Я знаю, что, конечно, хочется, чтобы все было правильно, хочется все по полочкам расставить. Заодно занятие это маловозможно. Сегодня, конечно, я, естественно, читаю тот материал, который запланировала, который был анонсирован у вас в чатах, в скайпе. Я его выложу на своем канале, YouTube-канале «Чаровное сыроедение», поскольку про сыроедение кратко я тоже сегодня буду говорить, ввиду того, что я именно во время беременности была на сыроедении, ну и так далее, да. То есть мы будем плавненько с вами двигаться, ну и, собственно, вы все в записи сможете посмотреть. То есть если вдруг так случилось, что интернет не вывозит, да, то есть вы по какой-то причине не видите, не слышите, все это в записи у вас будет, то есть это пока не критично, то есть, ну, все равно вы все посмотрите при желании. Вот смотрите, почему, собственно, я веду данный вебинар. Во-первых, я давно в Древней Православии. Я с 19 лет в Древней Православии, сейчас мне 35 лет. Зовут меня Андрейка Алена, я являюсь помощницей Владимира Алексеевича Шемшука. Провожу совместно с ней выездные семинары, отвечаю на все ваши вопросы. Либо я являюсь, ну, так скажем, администратором или, проще сказать, помощником вашим на пути овладения информацией с точки зрения Древней Православия. Ну, то есть я всесторонне за Древней Православие, потому что это моя жизнь, это часть меня, уже неотъемлемая достаточно давно. Ну, естественно, достижений за этот период достаточно много. Все, что касается видений, способностей, возможностей. Если мы говорим о материальных проявлениях, да, которые произошли за последние несколько десятилетий, почти два, да, десятилетия, можно сказать, основные я сейчас озвучу. Первое. Ну, я автор книги «Чаровное среднее», об этом вы, наверное, знаете. Второе. Мною было пройдено еще более чем 10 лет назад, пройден обряд Древней Православной Свадьбы. Если говорить о современных традициях, о их правильных интерпретациях в нашем социуме, это, наверное, единичный случай. То есть я прошла Древней Православный обряд свадеб. Мой ребенок, который сейчас 9 с лишним лет, ну, 9, да, если будем округлять, рождена после Древней Православной Свадьбы. Ей были проведены все, все имена речения, все имена были даны своевременно. На 40-й день, естественно, было подтверждение имен, как это предполагает практика и теория Древней Православного имена речения. Я с 19 лет на сыроедение, вся беременность прошла на сыроедении. Мой ребенок до 9 лет сыроед, да, на данный момент. Ну, я вот, не знаю, видно или нет, но на стене висит фотография моего ребенка. Я сейчас немножко повернула ракурс камеры, чтобы вы могли сдалека, правда, все, я понимаю, что расплучи-то там толком ничего не видно. Но в целом понять, что все нормально, да, то есть мы двигаемся, мы эволюционируем. Ребенок у на данный момент моей дочери Велени, да, Велена в честь Бога Велеса, потому что она родилась в благоденствии Бога Велеса. Названа Веленой в честь Бога Велеса. Ей сейчас 9 лет, мы учимся в общеобразовательной школе. Я объясню в течение лекции, почему был сделан такой выбор. Мы ходим на занятия по художественной гимнастике, по краю занимаем всегда первые-вторые места на соревнованиях. То есть физическое развитие на строении после древнеправославных всех обрядов великолепное. Но об этом я еще буду все рассказывать. Дополнительно на краевых олимпиадах по математике и по русскому, поскольку мы только второй класс окончили, мы занимаем всегда первые места. То есть, ну, это так, да, анонс достижений, которые есть на данный момент. Естественно, если мы будем говорить анонсировано о родах, то у меня были домашние роды. У меня с супругом были то, что называется в кругах повитух, соло. Соло – это когда мужчина с женщиной, муж и жена совместно рожают ребенка. Ну, то есть нет никаких присутствующих, нет повитух, нет духовных акушерок и так далее. То есть мы соло провели роды. Теперь по пунктам, которые я анонсировала у нас в скайпе. Первое – древнеправославная свадьба. Я понимаю, что без ваших вопросов дополнительных, ну, вот я просто ждала вопросы у нас с вами в скайпе, когда анонсировано было вообще занятие сегодняшнее вебинарное. Но вопросов, так скажем, не так много. Скорее, они носили индивидуальный характер. Там по одному ребенку, по другому какие-то комментарии было необходимо дать. Но в целом тематически вопросов не было. Поэтому я буду рассказывать так, как я считаю нужным. Но если я увижу крупные вопросы, естественно, я их отложу на следующие занятия. Если это будут просто уточняющие вопросы, я их раскрою сегодня. То есть я имею в виду вопросы от вас. Итак, древнеправославная свадьба. Это был 2010 год, когда я со своим супругом сочеталась сначала в ЗАГСе. То есть была официальная свадьба. Потом прошла свадьба древнеправославная, на которой присутствовало достаточно много людей. Некоторые из них даже здесь присутствуют у нас в чате. Она была подготовлена по всем канонам. В первую очередь, конечно, это рушники. То есть отдельно вышивался рушник женщиной, то есть мною. И отдельно вышивался рушник мужчиной. Мои имена были нанесены на рушники на моем. Имена моего супруга были нанесены на его рушники. Была подготовлена древнеправославная одежда. У меня был сарафан, у меня была рубаха. Все канонически вышито правильно. Все имена были канонически правильно вышиты. Об этом я всегда рассказываю, как это делается на своем курсе по обережной одежде. Но в целом могу сказать, что сила одежды, которая одевается на древнеправославную свадьбу, делает всегда потом одевающего ее эту одежду молодым, красивым, энергетически мощным. То есть одежда, которая является свадебной, которая готовится к свадьбе, всегда носит глубоко сакральный характер. Также была подготовлена фата. В нашем современном представлении фата это веночек, на котором висит тюль. Или какая-то ткань белая. На самом деле фата это кольцо. Медное, золотое, серебряное. Но у нас было медное. В котором инкрустированы камни настоящих имен супруги и супруга. И весь древнеправославный обряд, они подняв руки, держат эту фату. Для того, чтобы стяжать по циркуляции энергии, совпадать, чтобы эта энергия входила. Вокруг супруга и супруги читаются славы, махаминтры, которые проводятся хороводом. То есть если визуально представить, как двигается свадьба, есть некий хоровод. То есть так, как мы празднуем отдание дани, если мы коллективом это делаем, либо отдание дани, либо благоденствие, если у нас день благоденствия. Но в центре, в отличие от этих дней, находится супруг с супругой. У вас с мужем совпадает месяц рождения? Нет. Я сразу озвучу, что... Ну ладно, не буду трогать такую грустную тему. Значит, дата рождения супруга была 23 февраля. У меня ребенок родился в ночь с 9 на 10 апреля. Ну, можно сказать, что 9, да? Соответственно, у меня день рождения 21 января. У нас с супругом более или менее корреляция по датам какая-то происходила. Ребенок был отсрочен по зачатию. Ну вот, да, так вот случилось. Хотя, в принципе, все по времени старались переурочить. По времени рождения далековато от наших дат рождения. Ребенок совмещает месяцы родителей? Нет. Я об этом сегодня чуть подробнее позже расскажу. И, соответственно, всем богам 24 проводится полное празднование. То есть, вот свадьба древле православная, она длится не одни сутки. Она длится, например, двое-трое суток. Пока каждому из бога не будет проведено полное дание, дание, либо благоденствие. Но у нас свадьба была 28 мая. Это благоденствие богини Тани. Соответственно, мы к этому дню приурочили. У нас было и благоденствие, сильную точку выбрали. И выбрали местоположение, правильно. Естественно, свадьба не только это ритуальная часть. Это еще и празднование. Было 108 блюд сыраических, которые мы готовили для празднования. Конечно, рушники перед основной частью ритуальной завязывались узлом крепким. И тянулись с двух сторон. Если рушники развязываются, значит, свадьба должна либо отсрочиться, либо ее вообще не должно быть. Если рушники держатся, значит, свадьба должна состояться. Я знаю, что если у древлеправославных не прописли такой случай случайности, что развязывается, после этого девушка с молодым человеком могут считаться только братом и сестрой. Вступать в брачные отношения они уже не могут. У нас некое послабление идет, то есть в социуме в нашем, что можно отсрочить на некоторое время, через некоторое время еще раз попробовать это все сделать. В нашем случае, я сразу отвечу на ваш вопрос, беременность 18 месяцев была? Нет, она была 10 месяцев. На месяц больше, чем обычно. То есть я переходила целый месяц. Я считаю, это в нашем социуме достижение. И благодаря сыроедению и правильным энергетическим практикам мне удалось еще лишний месяц походить в беременности. Имеет значение, что мы в один день не родились. Смотрите, вы должны знать, если вы с супругой родились в один день, в один месяц, то есть календарно, вы считаетесь из одного рода, вы родственники. Родственникам лучше не сочетаться. Почему? Потому что, когда люди рождены в один день, у них очень высокие вибрации. Мы знаем, что у нас есть стадии оргазма. Ор, ом, об, од и так далее. Оргазмы. И вот когда возникает сильная связь между мужчиной и женщиной, они во время оргазма могут умереть. Потому что настолько сильные вибрации, это как наложение волны физики. И вы получаете несколько не тот эффект, который бы хотелось. Поэтому родня, то есть люди, рожденные в одну шизницу, есть древний православный календарь, который размечен на шизнице. Люди, рожденные в одну шизницу, обычно не сочетаются браком, потому что они родня. А вот если у вас шизница рядом, вот это уже то, что нужно. Это самое правильное. Бери так, дальше. Карамели молоко до 4 лет, до 5 лет. Грудное вскармливание, но я чуть позже подробно об этом расскажу, у меня было до 5 лет. Так вот, вся ритуальная часть, она зиждется на махаминтрах, славах, те, которые есть у нас в книге славы русским богам Владимира Алексеевича. С некоторым добавлением была специально написана слава, хвалина, для того, чтобы прославить нас с супругом. Ну и, в общем-то, вот такая ситуация. Теперь смотрите, какой тут важный нюанс. Вы должны знать, вот все после этого занятия захотят сочетаться древо-православным обрядом. Я честно скажу, все, кто на это решится, я, конечно, помогу, расскажу, даже, может быть, приеду, если это необходимо, сорганизую этот процесс, но вы должны знать, очень правильно будет вам иметь в виду, что если вы сочетаетесь древо-православным обрядом, таинством, я бы сказала, обручения, то вы с этим человеком в следующей жизни тоже будете вместе. Вот здесь нужно понимать, что есть хоть миллионная доля сомнений, что вы можете эту жизнь прожить счастливо с этим человеком, миллионная доля сомнений, что вы его любите, или миллионная доля сомнений, что вам с этим человеком хорошо рука об руку пройти всю жизнь, тогда лучше не стоит. Потому что, если вы расходитесь, соответственно, вас все равно будет жизнь схлопывать вместе, вы никуда друг от друга не денетесь, вас может разлучить только смерть. Поэтому имейте это в виду, древо-православный обряд, таинство, я бы сказала, сочетание двух людей, обручение, это очень серьезно. Я понимаю, что мы хотим нашим детям всего самого лучшего. Почему лично мы с супругом пошли на этот обряд? Дело в том, что наша задача, как можно больше законорожденных здесь детей родить. Что такое законорожденные? Вот у нас сейчас, вы должны знать один нюанс, очень такой важный. Если разрушены древо-православные каноны, по которым древо-православный обряд сочетания, это было прям каноном во все века. То есть, вот все, это случилось, люди вместе. Пространство не может не выполнять функцию свою, оно все равно будет выполнять через какие-то другие инструменты. В социуме так случилось, что этот инструмент называется ЗАГС. То есть, если вы думаете, что можно рожать детей вне брака, то это неправильно. Почему? Потому что они не прописаны энергетически на этой планете. То есть, ну, они, конечно, земляне, но их волеизъявления не будет стоить ничего. Поэтому, если вы вдруг собрались сочетаться браком, благодаря этому можете рожать детей. До этого я не рекомендую, потому что такие дети зачастую потом всю жизнь гоняются за свои силы, пытаются набрать мощь, пытаются прописать себя на этой земле, для того, чтобы почувствовать себя хозяином земли. Что такое хозяин? Да, это не значит, что хочу, то я творю, а человек, у которого есть род, есть понятийная база, как жить на этой планете. То есть, грубо говоря, вы лишаете своего ребенка очень многих бонусов, современным языком выражаясь. Поэтому, ради деторождения обязательно стоит вступать в брак. Еще раз, почему объясняю. Потому что механизм, он остался, но это, как, знаете, он должен был через что-то в социуме проявиться. Вот почему нас, например, считают неразумным в космосе. Потому что у нас для того, чтобы быть разумным, есть все, все знания. Просто мы не понимаем, на что смотрим. Вот когда туземцы там живут, и к ним на корабле люди приплывают. Вот туземцы, когда смотрят на корабль, они его не видят, потому что в их парадигме мировое восприятие этого мира вообще нет такого, что понятийная база, что такое корабль, нет понятия такого. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети обладали силой, могуществом, имели право влиять на мироустройство, на планете Земля, они должны быть закона рожденными. Если нет, значит, как бы тут уже имейте в виду. Но я, как человек, который знающий этот момент, естественно, мы с супругом сначала прогуляли в ЗАГС, у нас как таковой свадьбы официальной не было, мы просто сходили, расписались. Затем, через, получается, полгода, чуть больше, у нас состоялось древнеправославный обряд, таинство, наш, сочетание, и все. После этого прошло, получается, достаточно много времени, и вот я уже забеременела. Поэтому, друзья мои, это первый нюанс. Второй нюанс, да? Почему я не остановилась на ЗАГСе? Дело в том, что дети, рожденные от родителей, прошедших древнеправославный обряд таинства, они очень энергетически мощные, потому что пару благословил весь эгрегор. во время древнеправославного бракосочетания, то есть сочетания двух людей, мы вызываем всех 24 богов по очереди, и соответственно мы получаем благословление. Это благословление передается всем поколениям, детей, то есть всем детям, которые рождаются вот таковой пары. Естественно, хочется дать максимум своего ребенка, чтобы ему не надо было бороться за прошлое жизни, за знание прошлой жизни, за способности, как мы сейчас пытаемся пробивать паутину ящика Пандоры, чтобы ему не нужно было добивать своего иммунитета, генетику своего, выбивать огнем и мечом. Все должно даться как дар. Вот ради этого дара я ради своего ребенка, который у меня сейчас есть, не просто для того, чтобы соединиться с супругом, хотя это тоже, естественно, было такой весомой целью, мы сочетали с древнеправославным обрядом. То есть, смотрите, это обязательно, это обязательно, если вы хотите привлечь в эту жизнь великую сущность. Естественно, каждый родитель считает, что его ребенок самый лучший, самый мощный, самый сильный, самый энергетический какой-то, но здесь не об этом речь. Даже без древнеправославного обряда таинства вы сможете это все сделать, привлечь высокую душу. Но обережество это обязательно. Вот я вам приведу пример, что произошло. Значит, два года назад, в декабре месяце, я попала в автокатастрофу. Я была не виновата. Мою машину на скорости 100 км в час в заднюю часть ударили со всего маху другой машиной. И я кубарем летела. Я попала в реанимацию, на мне не было ни одного синяка, но голова травмировалась, потому что я ударилась об руль. Мой ребенок сидел сзади. Представьте, удар пришелся сзади. Ребенок сидел сзади. Машина не подлежит восстановлению. Ребенок поехал домой, а я осталась в больнице. Ну, я пролежала там две недели, очень быстро очухалась, там пришла в чувство, все, там поработала над собой практиками целительства и, собственно, все. У ребенка было небольшое такое сотрясение, потому что все-таки был толчок сзади, а так в целом у нас хоть хоть все нормально. То есть бережение, благословление и вот это состояние, вот как будто на ладонях всю жизнь тебя кто-то несет, оно обретается благодаря вот этому таинству. Это то, что я хотела сказать. вот смотрите, конечно, это обзорно было мной рассказано, конечно, чтобы прям было отдельное занятие, если эта информация кому-то необходима по обряду венчания, то есть я обязательно уделю этому внимание. Но на данный момент у нас с вами обзорное занятие по вашим вопросам, которые потом мне в личку будут приходить, либо по вашим вопросам, которые я здесь увижу, я уже пойму, насколько глубоко раскрывать эту тему и, собственно, до каких мелочей мне ее озвучивать. Я кратко сейчас отвечу на вопросы, потому что я понимаю, что блоками, когда идут вопросы, проще потом понимать, о чем речь. Можно ли потом сыграть древние православные свадьбы на 5-10 лет суперческой жизни. Вот здесь смотрите, какое дело. Я вам сейчас расскажу такую вещь. Вы знаете, что в брак и вообще в отношения девушка должна вступать девственницей, а супруг мужчина целомудренный. И если этого не происходит, ребенку мало что достается. Это вот представьте, дырявый сосуд и вот там воду хоть сколько выливаю, все равно вода вылезет. Единственное спасает 4 года воздержания. То есть когда вы воздерживаетесь, у вас целебат, что у мужчины, что у женщины 4 года до вхождения в брак, там действительно восстанавливается девственная плева, там все восстанавливается, у мужчины то же самое. Но мужчины, они же не знают такого момента, что первый половый акт физиологически их тоже меняют. То есть ДНК первой женщины остается в них на всю жизнь. И соответственно ДНК мужчины остается в женщине на всю жизнь. Единственное, конечно, целебат. Но целебат не просто воздержание такое, чисто механическое. У вас должны быть чистые мысли, чистое желание очиститься. Вы постоянно в состоянии блажа, благости. Благость это краковременный контакт с Богом, блажь это постоянный контакт с Богом. То есть вы в состоянии ровного понимания, для чего вам это нужно. Это не тюрьма, это желание очиститься. И вот когда вы сходитесь в древнеправославную свадьбу, потом детки рождаются великолепно. если у вас уже были партнеры например до у наших родителей это реже встречается, у моего личного поколения сплошь и рядом. Вы вступаете в древнеправославный обряд, что передавать собираетесь? Если вы как бы был момент воздержания, если были какие-то моменты очищения, тогда имеет смысл. А если вы уже жили, накопили некий опыт, а если еще ссоры были, которые на уровне генетики залазят в наши клеточки все, тут уже вопрос встает. Действительно древнеправославный обряд позволит вам встретиться в следующей жизни, позволит вам прожить еще одну жизнь вместе. У вас после древнеправославного обряда действительно благословленные будут под защитой обережные детки рождаться, но силы как таковой, которые дают боги, вот эта сила, она задерживается только если мужчина и женщина девственная и целомудренная. Если нет, силу передать будет достаточно трудно. Поэтому вы оценивайте ситуацию, смотрите насколько вы к этому готовы и потом решайте. Обряд отличается чем обряд ленчания Анастасийцев. Да, вы по гороскопу совместимы, да, совместимы. Брак какой ЗАГС и обряд брака. Не поняла вопрос брак какой ЗАГС. Обычный вы идете расписывайтесь официально, вас объявляют мужем и женой, выдает на свидетельство о браке и вот это считается официальным браком в социуме. фамилии. у кого брать мужа и жены это уже по возможности как удобно. По фамилии смотрите вот у нас есть локи значит что у нас есть лок животных лок людей лок птиц лок растений лок бродячих духов богов гипотанхеров и так далее. Вообще фамилии фамилии вот эти все современные нам насильно прививали для того чтобы мы прожив свою даже праведную жизнь попадали в лок по фамилии то есть если например человек там синичкин да это синица это птица то после смерти из-за привязки к этой фамилии он попадает не в лок людей а попадает в лок птиц поэтому у кого лучше фамилия ту фамилию и берем а вообще на самом деле вы знаете что у нас есть как минимум 7 имен да 7 вообще должно быть 8-9 а то и 10 и так далее но все наши настоящее отчество обережество сакральное ментальное ну и так далее да все имена это и есть сила вот эти все наносные вещи конечно лучше от них избавляться но для того чтобы все было правильно гармонично и дать шанс на перевоплощение если вы не собираетесь жить всю жизнь как бы бесконечно и вечно то желательно брать конечно фамилию такую чтобы было что-то более или менее божественное свадьбы только вы можете провести сознанием но если вы найдете еще способного человека пожалуйста но я таковых не знаю рожали в воде ну частично когда были очень сильные схватки я об этом еще расскажу незаконно незаконно рожден с точки зрения государства или дарю любви с точки зрения мироздания я еще раз повторяю вы меня знаете я всегда удивляюсь мне кажется что я настолько точно произношу каждое слово но я всегда удивляюсь что слышат люди смотрите еще раз в мироздании в мироздании есть такое понятие как закон рожден оно есть если институт древнеправославия не выполняет функцию объединения соответственно эта функция переносится в другой институт институт вот это социумный это единственное что изменилось то есть он сохранился в видоизмененном виде то есть если раньше древнеправославный обряд давал силу мощь детки великолепно рождались то сейчас благодаря вот этому закону ну то есть объединение двух людей то есть прописанному да то есть слово ничем не выковыришь топором не вырубишь помним да что есть такая поговорка так вот вот это вот дает право ребенку родиться хотя бы законорожденным здесь и сейчас типа рожденный безопряток православия ну знаете вот у меня просьба если вы хотите чтобы я понимала что вы спрашиваете концептуально немножечко поточнее составляйте вопросы потому что мне немножко не всегда понятно что спрашивают соответственно получается после проведения древнеправославного обряда могут уже совершаться техники соити об этом об этом Владимир Алексеевич писал в книге кабальства и об этом я еще буду рассказывать потому что абсолютно люди не понимают что это такое не знают как в традиции правильно все это происходит то есть после древнеправославного обряда ракосочетания или как это правильно сказать ничание наверное уже ближайшие 3-4 дня нужно зачать ребенка и тогда полная сила ему передастся у нас с супругом так не получилось потому что все-таки у нас были далековато друг от друга дни рождения то есть у него 23 февраля у меня 21 января то есть месяц это уже немножко многовато 2 недели там максимум 3 недели это потолок то есть у нас несколько разнилось по вибрации генетика из-за этого у нас зачатие произошло чуть позже ребенок вспомнил в своей жизни да несколько вспомнил об этом я тоже еще буду говорить смотрите это концептуально то что я хотела рассказать относительно древней православной свадьбы естественно тут нужно брать хотя бы 3-4 часа поэтапно говорить что делалось вот это по времени вот это такие-то там слова говорились но я понимаю что вам для общего обзорного понимания ситуации как на самом деле это происходит пока на данный момент я думаю что достаточно подготовка ребенка к деторождению и себя и матери так подготовка ключевое слово для меня подготовка всегда была это моя жизнь такая которую я и так живу то есть я во-первых с 19 лет была на сыроедении чтобы вы понимали то есть меня это привело все не просто так когда в это то есть у меня был накоплен некий багаж из серьезных заболеваний несмотря на то что я всегда была спортивная активная училась хорошо и так далее но я перешла на сыроедение потому что была некая потребность я искала через что себя здоровить и вот я до сих пор уже с 19 лет на сыроедении для меня было вопросом чести чтобы мой ребенок пришел в этот мир при условии что я для него сделала все возможное и вот это все возможное с моей точки зрения это было питание да как минимум почему потому что вареное питание оно обнуляет энергобаланс человека то есть вот представьте к вам поступила некая сырая пища которая позволяет вам насытиться хоть какими-нибудь частотами и вот значит вы берете ее провариваете пропариваете и уже мертвую едите естественно для того чтобы она обрела хоть какую-то светимость и просто не разорвала там клочья ваш желудок кишечник и все остальное вам нужно приложить усилие на ее переваривание энергетические в том числе естественно изо дня в день ежедневный ритуал который мы исполняем безуказнительно каждый день и по несколько раз это питание и вот соответственно когда выступаете в беременности а у вас вареное питание естественно ребенок по энергетике не получает ничего еще и рождается высосанный потому что поскольку он находится в чреве у мамы он спонсирует весь этот процесс питания своей энергии в том числе поэтому если вы хотите чтобы ваш ребенок родился и с точки зрения энергетики чувствовался великолепно хотя бы хотя бы если вам очень жизневажно кушать вареную пищу во время беременности кушать сырую пищу либо хотя бы процентная средняя то есть например 70% сырого 30% вареного это уже будет великим чудом будет великим каким-то таким достижением которое позволит ребенку сохранить свою энергию естественно во время беременности никто я сразу говорю не переходит на среднее поскольку как только вы переходите на среднее у вас начинает очищаться организм вся эта грязь она плавает в крови и отравляет ваш головной мозг и головной мозг ребенка поэтому заблаговременно за пару лет до беременности если вы планируете беременность проводить на среднем мы начинаем питаться среднем то есть вы прям вот размечаете себе график перехода переходите очищаетесь а потом уже если при условии вы планируете на среднем прожить беременность для меня конечно было это крайне важно и я строго придерживаюсь этого момента я была настолько счастлива что я вот в этом плане наоборот не обнуляя своего ребенка да ему все возможно второй момент подготовки который здесь вот озвучен с мужем ходили на курсы акушерства у нас была духовная акушерка которая больше нас морально поддерживала чем физически она нас проинструктировала рассказала какие книги почитать рассказала как вообще все дома может происходить и все то есть как говорится особых курсов где-то не было дежурили акушеры на всякий случай нет не дежурили а если между нашими днём рождения супругов 48 дней ну ничего страшного здесь видите как самое главное чтобы любовь была а все остальное это вопрос резонанса который можно наработать еще раз когда мы входим есть некие данности вот смотрите у нас есть ткань которую можно отрезать ножницами разрезать ножом топором разрубить пилой отпилить то есть методов разрезать ткань много каким мы будем работать это наш вопрос но мы все равно ее разрежем вот так и здесь это я пытаюсь провести аналогию что резонанс рано или поздно за счет любви он достигнется то есть будет этот вопрос решен но как бы разными путями мы приходим к этому резонансу кто-то легче кто-то чуть сложнее кто-то схлопывается моментально 48 дней это не так много это я вам честно скажу это еще ничего подготовка да подготовка подготовка состояла еще в чем во-первых женщина должна быть спокойной вот я понимаю что мужчины которые например вот я знаю есть пара у которых например мужчина в древней православии женщина нет ко мне на курс по учебной либо там на отливку воска на сеансах приходят люди вот например недавний случай мужчина был и его семья мужчина в древней православии семья нет очень как бы вот такой интересный момент да то есть у нас мужчины особенно к вам я обращаюсь женщина всю беременность должна быть спокойной она должна получать удовольствие от каждого своего дня здесь не в подарках дело не в каких-то там фейерверках и праздниках она должна радоваться каждому моменту этой жизни ребенок рождается во-первых он спокойный в животике ему хорошо он от мамы получает и питание и там ласку да как там получается и спокойствие и гормональный фон женщины нормально потому что как только у женщины срабатывает эмоции меняется гормональный фон меняется гормональный фон сразу начинает сбоить гормональный фон ребенка то есть чтобы ребенок родился здоровенький женщина должна быть счастливая отбросьте все свои прения бросьте все свои кому-то что-то доказать это никому не нужно особенно во время беременности вообще по жизни никому не нужно чтобы вы что-то кому-то доказывали вы должны быть сами счастливы вокруг вас люди должны быть счастливы отбросить все понукания ты там должна вот это есть а вот этого не должна ты вот это должна смотреть вот это не должна все через любовь если вы рекомендуете но мягко нежно через любовь ваша женщина прислушивается если нет значит по-другому будет нервы так вот женщина должна быть спокойным конечно я например о себе буду рассказывать вот данный вебинар чтобы понимали он не носит обучающего характера я делюсь с вами опытом для того чтобы вы понимали как бывает чтобы случае чего вы понимали что такой вариант тоже может быть то есть во первых я ходила на все выставки художников я просто вообще я куинджи обожаю лунная ночь на днепре моя любимая картина я просто вот я то есть я ходила по всем выставкам я слушала классическую музыку никакого современный мусор в моих ушах не располагался вообще я на природе большую часть времени проводила я вязала я шила к этому говорят что нельзя вязать полная ерунда шила вязала я то есть у меня во первых не было токсикоза вообще никакого то есть я не знаю что это такое у меня обострилась обоняние действительно я слышала все звуки все запахи да вот обоняние оба то есть слух все сенситивные все вещи обострелись на сыроедении до этого да и во время беременности еще сильнее обострелись и вот у меня было ощущение что я слышу все вижу все ощущаю все по вкусовым по тактильным всем ощущениям у меня было все обострено то есть это да но как таковых всяких отеков или приливов или там как женщин тошнит до токсикозы мне этого ничего не было несмотря на то что ребенок отстоял от даты рождения отца и от моей даты рождения на приличное количество дней то есть здесь разница да действительно по вибрациям была но она не привела то есть почему женщина тошнит почему есть токсикоз то он происходит именно из-за того что не совпадают вибрации то есть ребенок и женщина не совпадают по вибрациям это первая причина вторая что раньше вынашивали мужчина и женщина через склещивание склещивание это когда мышцы влагалища и матки сокращаются обхватывают половой член и мужчина и женщина и вынашивают ребенка совместно да сейчас такое явление днем с огнем не сыщешь а если сыщешь то сразу это причисляет к болезни так вот раньше вынашивали вдвоем женщина вообще ничего не ела только пила но ладир алексеевич об этом рассказывал в своих лекциях вы все это знаете и без меня то есть когда у женщины очень сильная генетическая память ее тоже может как бы вот так вот организм реагировать но зачастую зачастую если вибрации плода то есть ребеночка и мамы совпадают вот этого состояния токсикоза его нет у меня лично его не было вообще не отеков не прилива не отлива я помню что перед родами за полтора месяца я убирала капусту с огорода то есть уже такие были это такое живот огромный там все там это переносили кто-то и привез я помню что я такие чуть ли не мешками все таскала я была как сайгак там бегу бегала прыгала и мне вообще то есть я же всю зиму с животиком ходила и в апреле родила вообще никто не мог понять вообще что происходит то есть ну потому что было просто не особо видно такая особо на куртка была животик был аккуратненький на сыроедение выношу вынося ребенка я поправилась после родов ну максимум на килограмм 5 которые я в ближайшие полгода сразу сбросила без всяких диет без всего ну то есть все было нормально так вот подготовка это вторая подготовка то есть во первых питание вторых спокойствие у вас должно быть просто кристальное терпение ко всему происходящему никаких эмоциональных всплесков никаких нервов хоть камни с неба хоть там пусть чтобы не происходило вы в состоянии кокона почему потому что как владимир алексеевич написал свои книги каждая беременность женщина как на ладони у бога он ее держит и только когда сомнения возникают соответственно возникают проблемы когда сомнений нет это к вопросу дежурили акушера на всякий случай или нет значит все то есть в моем понимании я вышла в 24 года замуж до соответственно у меня все прекрасно было то есть я по всем каноническим моментам то есть я еще не сказала до такой момент что раньше 24 лет замуж с точки зрения древле православия желательно не выходить потому что еще не все тела сформированы я вышла 24 года соответственно через полтора года там родила ребенка ну в общем вот так следующий момент по подготовке но в силу того что у меня были домашние роды естественно была подготовка дома то есть были был произведен тот ремонт который мне был необходим закуплена та мебель которая необходимо чтобы это все было мягко удобно после рождения ребенка то есть ремонт да то есть не сразу во время беременности а до этого желательно да чтобы вы чувствовали что дома вам хорошо что ваши стены вас греют что вам тепло уютно что вы под защитой все желательно конечно вот у меня проходили роды частном доме ну там соседи какие-то были но это все мелочи жизни то есть желательно конечно если у вас квартира ну бог с ним да как пошутила одна из моих знакомых которых тоже было соло они тоже рожали дома значит как она пошутила что когда но соседи же слышали как мы зачинали ребенка ну пусть слушают как мы его рожаем поэтому ну такая скабрезная шутка но она однако имеет место быть если у вас не дом не частный дом а квартира да то есть вы в своем помещении вы имеете право делать все что вам необходимо про законодательную базу чуть позже вам скажу я все нюансы озвучу но в целом все возможно при желании возможно где угодно конечно наши предки они рожали в садах то есть сады получают энергию они обретали некую такую мощь вкусные плоды были дает дающие молодость там здравия и все канонические остальные качества под всем двадцати четырех богам нашем конечно климате где лето максимум два два с половиной три месяца здесь уже не до родов на природе мы рожаем там где мы можем но самое главное чтобы у вас был доступ к воде доступ к еде доступ к медикаментам на случай чего но я обязательно об этом еще скажу доступ к помощи да вот так вопрос о дежурстве акушеров то есть у вас должен быть доступ ко всем социальным вот этим вот моментом если это вам с точки зрения морально необходимым то есть это не должно быть в поле вышел там с женой и потом в случае чего не знаю что делать должно быть настолько уютно удобно и приятно процессе что это очень вас будет поднимать а во время родов то есть вы будете чувствовать что вы в своей тарелке следующий момент по подготовке естественно вы должны почитать много чего послушать и почитать сразу скажу что истеричных неуверенных себе лучше отправлять в роддом потому что если вы сомневаетесь если вам страшно нормально рода домашние вряд ли пройдут то есть если вам туго как на душе если вы не уверены если вам что-то там значит состояние полуобморочная лучше и едьте в роддом сразу вам скажу я например было спокойно как слон вот просто как вообще во первых я выяснила маятником в какой день час я буду начать то есть у меня будет первая схватка я была готова я знала что я рожу я целый день там наводила марафет купалась расчесывала заплеталась там пеленочки доглаживала какие-то заблаговременно ну и естественно я чувствовала себя прекрасно момент родов то есть я была подготовлена теперь что читать да я вспомнила из своего опыта который уже был достаточно давно все-таки 9 лет назад две основные книги которые ну как вернее два основных автора которых я читала запоем первый автор он очень распространен это мишель 1 мишель о дэн то есть если вы в интернете будете скачивать книги либо смотреть видео вот пожалуйста мишель 1 чем он хорош во первых он расширяет кругозор он рассказывает как роды в больнице проходит он рассказывает как раз проходит там например роды в воде как и так и так можно как роды без воды как роды вообще в любых условиях у него достаточно много книг на тему деторождения то есть он прям то есть когда его читаешь ты понимаешь что так ты рожать не больше но ты понимаешь как бывает то есть расширяется кругозор ты понимаешь как процессы внутри тебя течь будут какие бывают схватки каких не бывает и какие последствия с этого какие последствия отсюда то есть он грубо говоря рассказывает с доброй точки зрения все о способах деторождения это круто то есть он прям но медик понятно акушер с огромным стажем старый дедушка уже сейчас это я 10 лет назад фактически до его изучала а то это он уже был так в возрасте то есть информации по мишелю данным достаточно много дальше следующая книга акин и стрельцова это два автора одной и той же книги акин и стрельцова девять месяцев и вся жизнь вот эта книга мне очень нравится пусты первые там где-то пол книги читаешь ты там все как лучше покуда рождение как она выглядит что с этим делать как вообще а потом есть некие например ориентиры если у вас воды которые отходят такого-то цвета то это вот это если у вашей командки там от красный сток это значит это такое то то есть она грубо говоря дает путеводитель по вашему самочувствию я помню что когда у меня отходили воды я посмотрела цвет вот я их оценила они нормальные все я успокоюсь она дает методы самодиагностики если у вас идет деторождение дома то есть принципе вот эти два ну получается три автора это тот минимум который вы желательно должны прочесть теперь по поводу духовных акушерок я естественно забеременев я первое что сделала я там начала бить тревогу что же делать нужен же духовный акушер на тот момент за руку меня взял мой муж и сказал давай так вот мы начнем искать найдем свою и все и будем с ней работать без паники все у нас будет хорошо мы сначала обратились к одной духовной акушерки и и чувствовала что мы для нее товар мы для нее заработок насколько но все духовные акушерки кавычка то они все равно акушерки то есть это платная услуга от 50 тысяч рублей на тот момент было честно не знаю сколько это стоит я понимаю что ну мне очень бы хотелось да например с духовной акушеркой но и деньги на тот момент были все было лишь бы человек был наш мне столько стало не по себе она стала рекламировать что мы потом на момент рождения и ножку там сделаем след значит и запечем там что-то там типа по следа а я-то в традиции древнюю православную я же знаю что послед не надо но плаценту запекать ужас ужасными волосы любом стали то что она мне говорил я как бы чувствую что не мой человек потом в одной из анастасиевских поселений мы приехали там оказалась еще одна духовная акушерка но она таблет 10 у нас была разница и она со мной разговаривала на понятном для меня языке она говорила главное не волнуйся ребенок он уже родился просто пока этого не чувствуешь да это пока не произошло я всю жизнь хотела да чтобы со мной был человек который также спокоен как я уверен и она мне эту уверенность еще больше придала это был мой человек мы всегда говорили что она приедет на роды там ехать было два часа к нам вот от ее анастасиевского поселения дома его загородного дома то есть принципе я как бы вот тогда я была готова что она приедет но почему-то в момент родов мой супруг он растерялся он как любой мужчина начал пасовать немножко но я как-то собралась то есть я почувствовала что мне больно было да там какие-то моменты но я настолько собралась что я не хотела чужого человека здесь ведь вы должны знать чтобы момент родов когда присутствует супруг супруга поток они держат оба то есть они держат этот родовой поток и получается что если есть кто-то третий он клинивается от своей энергетикой в этот поток как чужеродное инородное тело как бы он хорошо не относился к процессу к вам к ребенку ко всему что происходит поэтому конечно слова это круто это значит что вы с ребенком будете всю жизнь как единое целое вывод как бы как вот просто вот одно да это очень здорово вы не просто мать по праву рождения вы еще и энергетически единое значит по подготовке я чуть позже прочитаю вопроса на все отвечу по подготовке то есть у вас заблаговременно до родов все прочитано вы нашли свою духовную акушерку с которой вам удобно обменивать информацией будет она у вас присутствовать на родах не будет это уже вам решать не имеет значения самое главное чтобы у вас сложилось полное представление как вы в это пойдете то есть как вам будет на душе прямо в момент родов естественно в этот момент вы будете вот так то так ты так то ощущать но это уже будет понятно по тому как вы будете готовиться следующее по подготовке естественно финансы вот я я такой человек вот эти я математик по первому высшему образованию экономист по второму сейчас свое третье получаю я всю жизнь учусь я вам сразу скажу что конечно можно родить ребенка без финансово вот как вот у вас есть в принципе так хорошо но хорошо было бы чтобы у вас всегда было на всякий случай накоплена какая-то денежка чтобы в месяц-два могли не работать вообще просто потому что вы будете восстанавливаться и супруг ваш будет с вами рядом да ну просто потому что именно лечение там ребенка надо будет помогать пеленочке когда-никогда там где-то закинуть стирку до стиральный аппарат то есть грубо говоря присутствие вас обоих рядом с ребенком желательно потому что сейчас начинается энергетика ребенка сейчас становление происходит если заранее будет накоплено на количество сумма финансов которая позволит вам не дергаться не ездить на работу не звонить днями и ночами жене домой как она там а присутствует дома то это очень хорошо но хотя бы чтобы вы взяли отпуск на момент рода в умели такого возможно там 30 дней вот этот месяц поболи с ней рядом потому что еще раз повторюсь это не только физиология для того чтобы восстановилась мать и для того чтобы ребеночек там благополучия себя а энергетика то есть это тот то подушка безопасности которая позволит вам находиться рядом со своими близкими людьми следующие подготовки ну конечно конечно продуктовая база но это такое же минимальное то о чем я хотел сказать я например после первой схватки мне захотелось там сыроедческого тортика который был холодильнике я его сидела ела ну то есть там же рассказывает как проходит обычная роды что там есть нельзя что какие-то коллизмы надеть еще какой-то ужас ужасный метро ничего не было я просто почувствую что мне первая схватка я думаю то и 2 еще не скоро ну схватка то и схватка я же это же первый раз ты же не понимаешь что тебя ждет я сидела просто ела только вот когда у вас дома накоплено энное количество продуктов и заготовлено забить полностью холодильник там погреб еще там что-то там кладовая какая-то все вы никуда не дергайтесь вы спокойны почему лучше сделать так дело в том что есть например женщина дома мужчина ходит по магазинам искупается на точно покупает какие-то продукты то вот эта энергетика которую он хватает через общение с другими людьми находясь там в этих центрах продуктов или как-то магазинах универмагах он ту энергетику чужеродную тянет домой вот ребенок формируется женщина восстанавливается и он со своей энергетикой чужеродной грубо говоря его сразу надо чистить от него мечом прежде чем вообще зайдет в дом поэтому желательно особенно первую неделю чтобы никаких рыб они вот этих вот на улицу там там неизвестно в какой этот социум ужасный знаете мы все мы все живем в нем чтобы его не было то есть это недели идиллии когда вы друг с другом когда вы получаете удовольствие от того что у вас такое таинство произошло когда у вас все прям вот вот так вот как надо но остальное уже по вопросам я по вашим пойму собственно раскрыла я эту тему либо не раскрыла сейчас в блоками отвечу на вопросы которые я здесь вижу ну и собственно уже пойдем дальше разве смерть может разлучить после православной свадьбы может я вам сейчас расскажу свою историю не очень веселая история но жизнь она есть какая она есть я вынуждена констатировать факт что действительно меня как раз собственно и разлучила это дело в том что смотрите есть ящик пандоры есть анти теодицеи которые присутствуют в нашем обществе на каждого любящего находится программа замок капкан который обязательно превратит его в несчастного человека на каждых двух любящих находится провокаторы которые выдергивают из этого союза через любые предлоги и на каждого тот кто умеет дружить находится предатель который искореняет из человека понятие настоящий друг то есть у нас все в антитрадиции сейчас то что сделали мы со своим с моим супругом дмитрием делал никто в социуме естественно нас навалились такие силы которые были просто миллион тысяч раз сильнее до того что сделали мы потому что если бы таких как мы было хотя бы сотня это бы все перераспределилось мы бы все это переварили все нормально а тут себе из социума всего земного шара все программы все капканы все навалилось на нас и это вы тоже должны иметь в виду что если вы прошли древле православный обряд объединение то то есть свадьбу будьте готовы что начнутся такие фокусы в пространстве которым вы но невозможно ко всему подготовиться мой супруг умер умер от саркома спинного мозга к сожалению я сейчас не замужем и так уж складывается моей жизни что очень трудно кого-то полюбить но просто потому что когда ты объединяешься православный союз с мужчиной все остальные меркнут в априори ты понимаешь что какой бы он там ни было не идеальный то что все мы не идеальны какой бы он там был такой или такой потом в сравнении не просто потому что это человека сейчас нет или я его любил просто потому что вот энергетически ты всегда по нему скучаешь энергетически тебе всегда его не хватает и здесь не в сексуальном вообще деле смысла делая вообще не об этом речь а просто понимаешь что ты сделан был жив я бы очень хотела его обнять и просто вот вечер просто обнявшись быть потому что ты понимаешь что это родной тебе человек он с тобой уже единое целое естественного конечно с течением времени ты понимаешь что раз объединились древнодорожной свадьбой постоянно случаются какие-то такие не очень хорошие вещи которые меня тоже туда тянут ну потому что мы же как одно целое но я понимаю что он меня защищает мне помогает и не дает просто вот провалиться куда-то потому что у нас ребенок которого надо вырастить которому дать нужно древле православное воспитание и поставить его на ноги вот так да ну в общем это и целом поэтому конечно древле православная свадьба это не шутки то есть чтобы вступить в древу православную вообще жизнь да вот объединившись с мужчиной или женщиной должны понимать какие капканы какие проблемы вам придется преодолевать чтобы вас просто не уничтожили потому что одна пара может целую теодицею совершить что кати дицей это каноническое правило в пространстве когда одна пара которая любит друг друга дает право всем остальным быть такими же счастливыми естественно такую пару будут стараться уничтожить поэтому имейте это ввиду то есть это не просто праздник кулю-лю-лю-ля-ля-ля шарики фонарики это все очень серьезно то есть это настолько серьезно сколько вы даже себе представить не можете поэтому я делюсь с вами абсолютно все информации всеми своими пережитыми моментами всеми своими проблемами которые вот могут быть с течением вот этих всех обстоятельств и вы должны это понимать как вычислить а вот лучше видно жить на своем родом поместье но мужчина мужчина должен жить вместе своего рождения всю жизнь женщина может переезжать это с точки зрения энергетики так поповину зарывали по дереву нет вот это запомните на всю свою жизнь если у вас неважно но сейчас это можно попросить раньше нельзя было сейчас можно даже в нашей поле в нашем роддоме то есть вы можете попросить чтобы вам выдали послед это действительно есть такой как бы этому проблему ну вот смотрите вот это считается рубашка ребенка есть люди которые сжигают этот послед но плаценту там зарывают под дерево что-то с ней делают запекают это инвальтация на смерть понимаете этого делать нельзя это инвальтация на смерть то есть ребенок с этой рубашка когда-то был единым целым потому что он был внутри этот вы берете то в чем он был одет и там сжигаете срываете режете там запекаете всего ребенок всю жизнь будет болеть от каких-то заболеваний которые рано или постно лучше бы вообще тогда с этим последом ничего не делали что делают с последом но я хотела в следующей части нашего вебинара об этом рассказать но расскажу сейчас то есть вот ребеночка родился вы берете заранее закупаете берестяной такой туисочек да с крышечкой такой именно берестяной чтобы проникал воздух вот такой плетеный красивый ну вот такого объема много не надо потому что послед он когда усыхает он совсем такой маленький вот вы берете и ждете то есть этот туисок заранее заготовлен когда послед вот у вас в руках по его кладете тазик обычный маленький тазик засыпаете солью и оставляете соли на прям две пачки ну там по килограмму пачки да были такие обычно поваренная соль и засыпаете соль вытягивает влагу и он просто засыхает то есть он сухой там никто не заведется него не испортится он не пахнет вообще потому что там антитела там все 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 самое ценное что ребенка защищала вы когда этот послед высох на вы отряхиваете от соли и в этот туисочек складываете и всю жизнь этот туисочек хранится у моего ребенка этот туисочек под постелькой но под кроватью стоит и ребенок всю ночь спит спокойно заряжается силами если ребенок заболевает маленький взгорошено величиной отрывайте кусочек от этого последа даете вместо таблетки выпить ребенку на утро ребенок здоров как штык то есть это лучшее лекарство никаких закапывания повторюсь никаких сжиганий морозильников никаких я однажды в семью прихожу ребенок постоянно мерзнет меня как целителя вызвали я но я понимаю я начинаю ее плазмировать то есть я ребенку вот но энергетику перу и начинаю плазмировать я чувствую что но энергии то нету ребенка чему мерзнет что происходит я спрошу а где послед мне говорят а мы не знали что с ним делать он это морозилки хранится ребенку четыре года четыре года морозилки ребята это финиш у меня был шок я когда это узнаваю срочно размораживаем засыпаем солью высушиваем и храним как только от все достали разморозили у ребенка сразу щелки порозовели ему сразу хорошо стало так уснул у меня на руках а то же было состояние что ребенка кровь по венам не двигать чтобы морозильники послед поэтому от ребенок родился вообще я расскажу то есть никаких пуповин мы не обрезаем ребята мы не режем ничего ни в коем случае то есть вот смотрите ребенок родился тоненькая пуповиночка связывает ребенка с мамой а послед еще в маме происходит последующие схватки и послед выходит мы послед кладем в тазик маленький не надо большой маленький такой как бы но я не знаю чашечка пластмассовая там стеклянная что вы выберете то и хорошо ребенок лежит а вот этот тазик в котором послед где-то на сантиметра 15-20 и выше ребенка для чего для того чтобы вот эта кровь которая последняя она перешла в ребенка почему сейчас дети такие изможденные уставшие после этих родов почему у них страшные заболевания сразу иммунитетные потому что им пуповину обрезали и все и после этого ребенок в состоянии обескровливания поэтому пока из последа полностью не перетечет вся кровь а вы узнаете об этом что как вы узнаете пульсировать перестанет пуповина у нас вот например был послед вот так вот засыпаны солью в одном тазике с первого дня и ребеночек лежал и мы ничего не пеленали я пропелевать про пеленание сегодня еще скажу он просто будет легонечко пеленочка прикрыть в комнате тепло и за два за три дня пуповинка возле пупочка ребенка она высохла и мы потом уже когда она сама вот подсохла стала такая вот ну как бы уже как ну как кожа человеческая высохшая но я не знаю как сказать вот уже когда например в детстве ранились сверху такая зажившая корочка появлялись вот такая же как зажившая корочка вот это становится пуповинка и вы ее обрезать на пупочке висит вот такой маленький кусочек пуповинки буквально там два сантиметра выдирать из ребенка отрывать нельзя потому что там еще не зажило все потом вы взяли вот это оставшиеся поповинку вместе с последом дальше досушиваться сушится где-то недели полторы-две до полного высыхания вот то есть это все высыхает вы уже под кроватку ребенка поклали это все все это там сохнет тихонечко еще раз то есть ничего там не пахнет ни мух никаких не червяков это страшный ужас и представляю что там иногда в голове у людей вот то есть все это высыхает благополучно у ребенка на пупой на пупочке еще маленький кусочек пуповинки есть через где-то неделю у нас он отпал сам то есть вот просто все отпал то есть у ребенка такой красивый пупок ребята таких пупков не видели никогда я конечно но как фанацию делаю понимаю что я умиляюсь потому что это мой ребенок но на самом деле красивый потому что во всех роддомах берут отрезают завязывают а здесь вот вход в пупок он как знаете как вот если вы яблочко посмотрите вот с одной стороны где у нас попка яблочко да все так вот как красиво вот как яблочко идеальный пупок он настолько красивый никаких зажатости никаких перекрученности нет вот этого узла который обычно из пуповины да там что-то остается все настолько красиво идеальный то есть ничего ниоткуда мы не отрезаем он сам отсыхает то есть пуповинка засохла ее большую часть отрезали убрали сохнуть вместе с последованием вместе с плацентой кусочек оставили и пусть он высыхает пока сам не выключит но не не отпадет и когда он отпал его обратно там в туисочек сложила то есть все что вышло с ребенком у нас сохранено следующий вопрос так если нахожусь на 5 на питание два через четыре то во время беременности надо каждый день есть и также оставить два дня есть а можно а четыре муж не и смотрите ребята я вам рекомендую все таки кушать я вам объясню почему если раньше у нас было такое питание вот у нас желудочно-кишечный тракт создан не для того чтобы мы ели а для того чтобы мы приобщались к атрибутам съестным бога и во весь текущий период бога мы знаем да в календаре у нас 12 и 18 дней в месяце по богам первого и второго круга и вот значит мы вкушали для того чтобы энергетически войти в резонанс богом сейчас мы едим потому что мы добываем энергию мы через пищу добываем энергию если вы не будете кушать вы навредите и себе ребенку потому что когда вы не кушаете вы должны знать что организм включает очищение когда организм включает очищение а у нас зачастую грязный кишечник у нас ничего через кишечник толком не выходит все начинает гулять вот это вот интоксикация да все это идет в кровь что отравляется через кровь наш мозг и мозг ребенка вся гормональная система начинает сбалансировать поэтому я не рекомендую на средней баловаться на беременности баловаться такими вещами вы лучше вот этим вот но например сделайте так чтобы у вас например там вот эти два дня они просто легче были например на соках на каких-то смузи легких на каких-то вкусностях на каких-то там но таких да легких вещах то есть не нужно себя голодом вот эти вот два дня мучает кушайте но кушайте правильные вещи вот чтобы у вас все было правильно сейчас секундочку отвлекусь то владимир алексеевич написал чтобы я еще кое-какой вопрос озвучила я да тоже волнуется мы будем надеяться что хорошо так то есть к чему я так тому что питание должно сейчас ну и выполнять неправильную функцию она нас энергетически укрепляет если вы не будете кушать тогда облегченные какие-то смузи как я сказала соки какая-то заряженная вода ну то есть грубо говоря голодать все равно не надо я не приветствую голодание на беременности так как вычислить день родов маятником я на на своих курсах по обережной одежде рассказываю как работать маятником я маятника все вычисляла так Мишель Аден еще жив и взаимодействует с некоторыми акушерами Москвы и его книги везде продолжая согласна да старый дедушка который дает право на жизнь всем нам в благих условиях где-то рождения вы мысли форму мечтали как выглядит у дитя или как судьба даст на кого похоже вот отличный вопрос естественно мы с супругом сели да на момент ну я поняла что я что я беременна что все произошло мы с ним сели и прямо написали какая часть тела должна быть какая но я знала что у меня родится девочка она просто потому что я же целитель я знаю как по пульсу да все эти вещи вычислить я знаю что девочка я говорю ну вот глазки такие-то носик такой-то там ручки такие-то ножки такие-то и начала представлять что самое интересное вот сколько я хотела чтобы у моего ребенка были такие же глаза как у меня я прям вот ну ну я же мама да я девочка мне хочется чтобы вот так и так и так а вот не представляется и все вот не получается и все вот глаза супруга я ему говорю дим ты говоришь что-то там на себе представляешь как да нет я вообще тут ни при чем вот и так получилось что ребенок родился и родился с глазками как у моего супруга то есть можно некоторые вещи подкорректировать но то что уже будет до некоторые момента вот ты представляешь а так не получается то есть будет все равно немножко по-другому и вы знаете внешность все равно вырисовывается вот она еще ребенок не родился а уже вырисовалась и так прям чудной ну все равно я представляла да эта техника работает рекомендации роддомов все системы стандартной медицины как и с параллельной вселенной всегда ела что хотела и много фруктов ну вот видите умничка значит скрывать древнюю православную свадьбу а это неважно вы даже если в лес выйдете и совершите обряд древнюю православную свадьбу здесь же энергетика понимаете здесь теодицея на энергетическом плане вы как ядерную бомбу взрываете поэтому все системы сработают однозначно хоть даже если вы будете там что-то скрывать алена сочувствую вашей истории но получается что смерть не разлучила вас с супругом если связь души до сих пор ну конечно ну конечно вы понимаете но женщина не должна растить одна ребенка не должна это неправильно это вопреки всем канонам мироздания потому что вот смотрите вот у меня в характере в связи с тем что я воспитываю одна дочь у меня столько железа и стали что я на себе тяну столько процессов столько обучающих курсов столько всего что я даже не знаю вытянет ли это мужчина какой-либо но это неправильно женщина должна быть женщина она должна быть нежная и ласковая я такой являюсь и действительно мягкая кошечка когда я со своими любимыми людьми но вот это вот волевое принятие решений за меня и за супруга вдвоем да как воспитывать чему учить чем заниматься как жить это все очень серьезно это должно быть вкупе с супругом вкупе с мужчиной поэтому мне сейчас с эмоциональной духовной душевной точки зрения очень трудно я уж не говорю о финансовой потому что все равно если женщина воспитывает одна это определенная нагрузка да но в целом я могу сказать что да связь есть но это очень трудно поэтому как бы тут такая ситуация чтобы ящик пандоры не вскрыть вы узи делали нет вот про узи правильный вопрос вот смотрите наши мамы в советском союзе я лично рождена еще в советском союзе наши мамы ни про какие узи ничего не знали вот вообще ничего не знали и все мы родились как-то естественно я как человек окончивший мехмат на математических факультетах я знаю как влияет узи я знаю как работает узи я знаю что это такое насколько сильное происходит облучение но друзья мои я вам сразу скажу что я пришла в женскую консультацию на девятом месяце беременности на меня так орали как вы еще и оказывайте студии он нам столько визгов криков на меня было мой супруг сказал если сейчас рот не закроете я напишу во все инстанции и вас сегодня же уволят на что на него начали еще сильнее орать он такой хорошо он начал писать заявление прям вот вышел в коридор он забрал меня мы сели в коридоре начали писать моя свекровь валентина ивановна волкова начала звонить за выделению там и по всем инстанциям минздрав позвонил сказал что происходит мы по закону российской федерации имеем право отказаться от медицинской помощи мы от нее отказываемся вы на каком основании собственно беременную женщину начинаете здесь изводить у меня был курс там 160 просто кошмар зашкаливала на меня смотрели и орали вот просто со мной никто не разговаривал но я как человек древолю прославляли не смотрела думаю бедные вы люди не вас жалко как бы я милосердствую я понимаю что вы убогие сироты никто вами не занимается вот и когда мы предъявили свои права то есть мы же не просто читали мишеля адена и стрельцову мы еще и законодательство российской федерации хорошо прошерстили то есть действительно я знала все свои права на что я могу претендовать на что не могу то есть вопрос такой да то есть мы пришли стали на учет просто я на тот момент числилась в одной организации мне нужно было получать потом пособие да ну то есть я от государства имею право получить я его получала для этого нужно было стать получить то вот бумажку из женской консультации я ее получил скла во первых я написала все отказы я меня прослушали просто живо знаете вот когда деток прослушиваю там что-то как-то так вот меня также прослушать да действительно и шевеление есть там сердцебенение все то есть я отказалась от всего он всей помощи и ушла и больше я там ни разу не появилась то есть принципе я стала ну только тут точки зрения того что мне потом нужно было идти же как сказать в загс получать свидетельство о рождении ребенка об этом еще чуть позже расскажу вот собственно я поэтому и пошла но я отказалась от всех узи но по поводу узи друзья мои я бегала все девять месяцев как сайгак мне не было ни прилив ни отливов никаких там гормональных сбоев у меня как часы организм работала у меня не было токсикоза я спала хорошо мне ребенок двигался активно ну то есть все было идеально естественно никаких музей не идет речь каждая женщина смотрит по себе я как целитель могу сказать что есть такая техника когда мы ну то есть любая вообще пытаюсь формулировать в этой фразе очень много мыслей если вы чувствуете что вам эмоционально плохо если вам непреодолимое желание сделать узи не потому что просто посмотреть полу ребенка а вы волнуетесь ради бога идите потому что это ваша жизнь вы принимаете ответственности на себя вы берете ее с полным пониманием что будет потому что у нас узи она получает настолько днк что там уже от иммунитета от способности возможности ничего не остается если мне не было ни одного узи вообще ничего никаких я даже кровь не сдала на анализы но просто потому что я знаю что я здорово а вот но еще раз если вы чувствуете что вам это необходимо если вы в чем-то не уверены если у вас как-то неправильно развивается плотно сами это чувствуете если вы чувствуете что что-то с вами не так идите на узи но в этот момент вся грязь генетическая которая есть у вашего ребенка вы ее как бы вот так на поверхности энергетически поднимайте как волну и узи и сожжет это я уже вам как целитель говорю если вы плохое повернете себе во влага вот все пока вы будете на узи сидеть все вот это поднимайте из-за ребенка на поверхности знаете как будто как вилами вот так вот раз подняли вот такую волну вверх и все это аппаратом узи сожжется то есть всегда можно выйти ситуации но я вам опять же скажу у меня был идеальный вариант беременности на все было просто вот не прикопаешься у меня был шикарный курс я как целитель я понимала что со мной происходит я себя на тонком плане видела ребенка диагностировала тонком плане ими по здоровью все вот это все дело я была специалистом если вы сомневаетесь чем-то идите сдайте кровь если чем-то сомневаетесь мочу там калу все что необходимо еще в чем-то сомневаетесь тогда идите на узи я не говорю что это делать нельзя разные случаи будут но в лучшем случае подготовиться настолько к этому моменту чтобы у вас все было хорошо без узи как у меня на тот момент так учет женской консультации вставали вставала я об этом сказала разрешается после венчания еще раз выходить замуж и жениться до разрешается но это как сказать этот человек который вам будет больше другом чем нужен потому что обычно в жизни мы любим один раз и любим тем более навсегда если шла речь о древнеправославном обряде то есть здесь как бы такой момент что вы действительно можете чувствовать другого человека как близкого как родного и даже детки там могут быть браки но зачастую если вы уходите на перевоплощение вот с первым супругом все равно будете или супругой все равно будете в отношениях и все равно вас жизнь ведет купать ребенку нужно после рода нет я не купала никаких купаний ничего вообще этого момента не должно быть потому что вот эта смазочка в которой находится ребенок она должна впитаться когда вы быть вот вы наклоняйтесь к ребеночку на вооружение вы нюхаете его он пахнет так вкусненько то есть его кожица чистенькая но он же не в грязи родился он родился как родился смазочка впиталась я вот буквально там на следующий день под вечер там его так обтерла слегка там слегка чуть-чуть помыла но это было так чисто косметически потому что я понимала что все равно какая-то гигиена должна быть если супруга погибла делаю второй раз обряд ли чай не греет славе нет второй раз мы не делаем это делается один раз случай гибели одного из супругов ну я же объяснила да что здесь один раз делается знакомо ли вам понятие вечный муж и вечная жена может рассказать что это может свой опыт благодарю не к сожалению мне эта терминология незнакома и здесь может быть имеется ввиду что мы проживаем с супругом с супругой но по праву рождения из прошлой жизни есть еще супруг и любая супруга которые прожили с нами много жизней мы в эту жизнь когда сходимся мы не можем его расклеить друг другу но такие случаи есть что и дети уже и много лет вместе прожили а когда встречаешь другого человека которым у тебя очень много жизни пошло вместе ты забываешь о всем что у тебя связывало до этого и ты все равно с этим человеком хочешь быть такие есть моменты но это ни в коем случае не связано с изменами с предательством запомните вообще весь накопленный потенциал умирает в отношении тогда когда есть измены достаточно одного поцелуя с другим мужчины либо с другой женщины чтобы обнулиться полностью здесь я уже не говорю о физиологической измене как таковой поэтому очень аккуратно на это обращайте внимание если вы вдруг решили уйти из семьи а разные ситуации бывают сначала говорите человеку я тебя уважаю ты это мать или отец моих детей я благодарю тебя за проведенные годы вместе со мной я тебя по-своему люблю и уважаю но моя душа она тянется другому чеку только когда произошло объяснение тогда может быть хоть какой-то контакт с другим человеком я не говорю то есть я не говорю о сексуальных вещах я говорю даже о моменте с прикосновения друг другу то есть все четко здесь мы закрыли гешталь вы закрыли разговоры все вы с человеком развелись не развелись то есть вы расстались и потом только новые отношения если нет значит нет потому что все вот эти вот шашни на сторонах это обнуление потому что я корни против измен я против момента таких каких-то вещей поэтому пожалуйста будьте честны с собой будьте честны с людьми которые с вами проживают вас любят вас обожают поэтому здесь только праведность расскажите как после рождения знакомые ребенка со стихиями и записывали время по которому потом дают имена очень просто родился открыл глаза записали супруг принимал моего ребенка первым кто тот кто прикасается первым к ребенку самый родной человек на свете после мамы мой ребенок когда ну то есть пройдены были родовые пути он вышел на руки моему мужу естественно потом знакомство произошло с землей с водой да все это время всегда записывается первый раз ножками там ну то есть там же первые дни это происходит то есть ребенка там буквально несколько секунд нужно чтобы он ручкой там прям прикоснул прикоснулся к земле записали водичка когда обмыли например записали там и так далее то есть каждый раз когда снова стихи не происходит взаимодействие но первое взаимодействие со светом нужно глаза открывает это запись сразу это момент рождения и все остальные моменты тоже всегда все записывается у вас должен быть ежедневник и сейчас покажу наверное в другой комнате то есть у вас на этот случай каждый день все особенно там до четырех лет у вас по ребенку основные моменты зубик у прорезался записали там чихнул первый раз записали там первый раз сам на гашок сел записали это знаменательные даты не говоря уже о том чтобы какие-то моменты вот такие связанные с именами воздействие индиго нету-то и дети индиго это инопланетяне а у меня богатырша люблю православное в случае расширенной семьи смена партнера не приравнивается к себе смотрите вот друзья мои вот важный вопрос древле православие расширенные семьи появлялись только тогда когда вы переходили в последующий кана услышите меня вот эти вот все моменты с расширенной семьей это тогда когда у вас будет опыт бессмертия вы бессмертны но что первая кона проходит через пастос пастос это сон который длится более 9 месяцев у вас выросли крылья за спидой физиологически а потом уже можете рассчитывать на расширенную семью поэтому и вообще все половые вещи природе созданы первое для размножения второе накопление энергетики и третье это обмен навыками способностями возможностями поэтому вот этот навык обмен способностями возможностями был адекватен то есть правилен уже в последующих канах когда вам есть чем обмениваться пока вы в первом коне вы не обрели бессмертие а каких расширенных семей тут может идти речь то есть ничего такого в принципе быть не должно и не имеет права на существование вот эти мусульманские семьи где две три четыре жены возможно только были тогда когда у нас например на одном мужчина во времена того как рай наш уничтожали например там и 100 женщин и тысячу женщин да на одного мужчину а как-то генофон надо было поднимать его что-то делать у нас было и пальцем деланные дети и там и наложницы до налона то есть пальцем деланные дети от наложницы появлялись и жен было там 100 и 200 и 300 сейчас у нас такого нет такой такого дефицита мужчин понятно что мужчин меньше чем женщин потому что у нас такие бесконечные войны выкашивают несчастных бедалах мужчин а мы тут уже мужеподобные ходим и живем не от радости вселенской а просто потому что ну так вот сложилось то что женщина сейчас том что я себе даже говорю тянут то что они не должны тянуть еще эти феминисты сумасшедшие рассказывающие что женщина должна да ничего не нужно кроме рожать и быть самой любимой на свете и как за очагом следить да то есть быть как бы женщиной короче поэтому здесь друзья мои вот эти все расширенные семьи или мусульманские прототипы вот это вот когда 10 жен и один мужчина это все неправильно нам пока нечем обмениваться вот когда будем следующий канарху тогда и начнем обменивать так следующее потому что я хотела рассказать то я уже немножко вопросы ушла счастливая беременность но я уже кратко сказала что у меня не было никаких токсикозов что у меня не было никаких проблем с вынашиванием у меня ребенок на месяц позже родился потому что я была спокойна я была счастлива я занималась дома вы там я писала свою книгу чаровное сыроедение будучи беременной я любила эту жизнь я просто счастлива была мой ребеночек двигался активно мне было хорошо у меня было прекрасное самочувствие и не здесь в этом случае я настолько получал удовольствие от этой счастливой беременности что я даже не хотела рожать то есть я понимала что мне хорошо что мой пузико растет что там у меня правильная физиология все там грудь налилась молозива появилась ну то есть я короче чувствовала себя счастливой женщине мне казалось что я самая счастливая на свете я кушала среческую пищу я путешествовала я училась лодера алексеевича по обережной одеждой он передавал то есть я как бы вот ну чувствовала себя интегрирована в этом обществе на правильном уровне то есть никаких женских консультаций до 9 беременности никаких вот этих вот страшных ужасов которые там с этими анализами каждые две недели ничего этого не было не было счастлива но опять же язык заостряю момент если вы чувствуете что с вами что-то не так не на уровне эмоций а чисто физиологически действительно воценили что-то не так вперед сдавать анализы узи и все остальное если все нормально нефиг там делать ничего там ходить и тянуть инфекцию домой значит вообще почему собственно домашние роды дело в том что если мы будем брать физиологию то вот те вирусы бактерии грибки которые есть у нас в роддоме они не убиваемые никакой хлоркой никакими антисептиками вообще ничего то есть они там уже такие закаленные которые прям вот ну то есть их радиации не убьешь и тут вы например с ребеночком да он вы он то есть когда вы дома находитесь ему вот эта среда бактериальная там вирусная она знакома уже иммунитет пара чувствовал отразил атаку и живет спокойно когда вы приезжаете в роддом у вас нет иммунитета к этим ядреным бактериям вирусом то есть там кошмар ужасный естественно когда ребенок рождается что происходит то стафилококковые то стрептококковые инфекции то желтуха то еще чё-то ребенок просто без иммунитета и здесь получается что его окунули в ту среду в которой он еще и прививки сверху естественно у нас нет ни одной прививки чтобы вы знали да то есть у нас ни одной прививки никаких ни одной ни одной манту не делали напомню даже такой манту в школе в советские времена и сейчас все и все делают я пишу все отказы на законодательном уровне я имею право это сделать я прихожу в поликлинику раз в год пишу все анализы на заставляют там анализ крови сдать там может быть когда-то флюорограмму или рентген там еще что-то ну там раз три-четыре года но по сути мы всегда пишем отказы то есть у нас все прекрасно мы живем без этого потому что на законодательном уровне мы имеем право отказаться от прививок потому что эта помощь медицинская от этой медицинской помощи я отказываюсь теперь по поводу но я еще чуть потом скажу то чуть подробнее на эту тему значит естественно все всю моя беременность я чувствовала себя счастливым человеком и только поэтому и у меня были домашние роды если ваша женщина это к мужчинам обращаясь говорит я боюсь мне страшно я не хочу рожать дома не надо ее заставлять это делать не нужно ее уговаривать вы можете только показать как это здорово а если она все равно откажется ради бога пусть едет в роддом если она говорит милый я себя плохо чувствую мне не по себе я хочу вот туда вот там значит в роддом пусть едет в роддом если она говорит я хочу чтобы у меня народов присутствовал такой-то такой-то человек ради бога пусть присутствует понятно что это не канонический вариант но если вашей женщине вот так хорошо ради того чтобы разрешение родов прошло благополучно пусть эти люди будут пусть эта ситуация вот пусть будет ротом если она например согласна чтобы не было прививок но например хочет рожать роддоме сражает роддоме но без прививок заранее все заготовки отказа или меня форма отказа в интернете есть однозначно то есть все должно пройти так как хочет ваша женщина если вы начнете ее но как бы прессовать эмоционально все закончится тем что ребенок просто не захочет выходить когда у родителей лады и согласия нет ребенок рождается такое которое вот в этом мире будет то ли протестовать то ли нервничать то ли еще что-то по натальной карте я профессиональный астролог и когда консультации провожу я сразу вижу все понятно как у как у родителей было то есть друзья мои чтобы все произошло грамотно и правильно желательно чтобы ваша женщина была спокойна хочет она есть рыбу хотя это не сырой не пусть ради бога есть рыбу пусть то есть там еще что-то пусть ради бога если бы ей это приносило пользу и удовольствием конечно лучше если сыроедение конечно лучше если со своего огорода правильные продукты и так далее но если ей не хочется так и счастлива и приятно вот так то ради бога пусть будет так потому что если вы ее сейчас скажу засунете кто про хрустовая ложа которая ей не хочется пыть считаете что пользы от этого сыроедения либо от этих домашних родов не будет никакой вы должны это четко понимать сделайте так чтобы ребенок родился в полнейшей гармонии конечно с меньшими потерями да например отказаться от привилок либо например дома родить там или например на сыроедение это лучше это идеальный вариант но как бы как получится так хорошо следующий вопрос который я хотела осветить домашние роды про домашние роды я уже сказал что во первых я знала день и время рождения своей дочери потому что я маятником все вычислила у меня была возможность это все посмотреть первые схватки были сидела и пила коктейль с тортиком с рыночистом счастливая такая там конечно у меня пришли схватки сильнее и ночью у меня родилась дочка я помню что когда были схватки я же это же первый ребенок ты же не знаешь как это бывает ну думаю ну это я выдержу это ничего у наших древних православных предков и при народах происходили всегда в благости в оргазмах спокойствие и в радости сейчас к сожалению как бы не всегда так хорошо да но у меня где-то вот до момента самой родовой деятельности когда уже ребенок выходил более терпимые схватки кто-то меня спрашивал за воду и физиологически в теплой воде мышцы расслабляются и если у вас очень-очень болезненные схватки вы можете 3-5 минут посидеть теплой воде чтобы расслабились мышцы вы немножко отдохнете ну и потом уже у вас собственно произойдут роды то есть принципе я периодически забиралась в ванну и у меня все отдыхало тело расслаблялась какой-то момент я набирала сил и продолжалась родовая деятельность то есть принципе как бы вот этот момент есть еще раз дома у меня было заготовлено уже домашний мужчины то слушайте вам все равно это нужно знать заготовлены прокладки все вот эти женские то есть не вот эти магазинные а из как называется из из медицинского бинта то есть вот ткань которая марля до называется вот я самодельно это все сделал потому что вот эти медицинские прокладки женские они анти полезны для организма то есть у меня там целые там штук 150 200 было дома из ваты и из медицинского бинта были заготовлены заранее прокладки потому что первая там неделя будет некоторое сывороточное вот это кровотечение идти и но она миленькая это только потому что там все заживает то есть вы вот заранее заготавливаете пеленочки все простираны и проглажены там целый комплект там ребенок мой подгузниками не пользовался у нас подгузников не было потому что это не полезно то есть у меня ребенок без подгузников вырос и без соски вот это важно потому что соска что она делает когда ребенок сосет сисю не вырабатывается желудочный сок молочко идет которая переваривается если вы даете соску у моего ребенка ни одной соски не было я повторюсь желудочный сок выделился рот ничего не попало кроме слюны и начинается самопереваривание поджелудочной железы желудка в настеперстной и уже там значит по списку поэтому если происходит сосательные движения то они должны быть на груди у матери они соской вот значит соответственно когда произошла родовая деятельность я была в удобной одежде такой распашолочки беленькой ну и собственно мой ребенок родился первый кто принял ребенка это был мой супруг опять я повторю что ребенок родился через несколько схваток у меня родился послед то есть плацентом ее положили в маленький такой тазичек из нее перешла из него перешла кровь в ребенка поповинка засохла там ее подрезали немножко ну и все остальное я вам уже рассказывала то есть в принципе все просто по поводу страхов женщины мои дорогие вот смотрите я сейчас очень скабрезный такой аналогичный пример приведу который вам все равно нужно знать смотрите мы каждый день ходим в туалет по маленькому писаем нам страшно нет мы два раза в день или один раз день ходим то есть у нас испражняется кишечник нам страшно нет так какого фига извиняюсь за выражение вы боитесь рожать ну то она немножко больно но можно потерпеть то есть это не это физиологично это правильно то есть женщина создана для того чтобы рожать и вот эти вот страхи а я я я боюсь но давайте выкинем на помойку этот детский сад и наконец-то будем взрослыми девочками понимать что это физиологично просто это бывает чуть реже чем дефекация чем там сходить по маленькому в туалет мете то есть это чуть реже было бывает но это все равно физиологично и ничего тут лапки кверху мне страшно ай-яй-яй если вы чувствуете себя хорошо если у вас физиологически все прекрасно нечего там бить панику и рассказывать всем какая вы несчастная беременность это не болезнь это радость это когда хорошо это у тебя гормонолифон тебе весело прекрасно животик растет ребеночек там движется то есть не нужно бить истерику и говорить что что-то не так если физиологически сильно что-то не так значит вперед в поликлинику в больницу если с вами все хорошо нечего трепать себе и всем окружающим нервы рожать мне страшно рожать приятно да больно мне тоже было больно но просто потому что из поколения в поколение практиковалась неправильно поза лицом к лицу из-за этого маткой была чуть-чуть поднята да вперед да вот так соответственно тут уж извините если бы из поколения в поколение правильный половой акт был когда мужчина сзади женщина спереди там бы конечно рода прошли идеально но да как прошли так и прошли поэтому хватит себя накручивать хватит рассказывать всем что это так страшно ну может быть и страшно с эмоциональной точки зрения но как-то себя можно взять в руки и понять что это радость когда у вас рождение ребенка не какие-то там значит ужасы ужасные что еще под это рождение естественно первую неделю кстати я первый же день пошла своими ногами то есть у меня получается ребенок ночью родился буквально к обеду следующего дня я уже пошла спокойно там за водичкой я гуляла по дому никаких бандажей никаких удерживающих корсетов ничего у меня этого не было я на осмотр пришла через месяц гинекологу она не сказала что у меня с как-то собралась матка до отжалась матка что у меня в принципе все почти поджило у меня до был разрыв небольшой такое но принципе как у всех женщин не посмотрите был разрыв немножко кровоточила действительно сокровица шла там какие-то антитела выделялись то есть такие желтенькая была как типа водичка да то есть это все было но организм умный он знает где и что должно быть он у меня все зарастил никаких швов никаких там все ничего не видно все в идеальном состоянии то есть когда вы начинаете себя бандажи одевать или какие-то поднимающий корсет или еще что-то у вас это висит атака ваш организм все мышцами собирает все делает так как надо все вот так вот то есть он как бы организует так что вам то есть все собирается правильно у меня сейчас живот как у меня рожавших женщин и ни одной складочки ни одной растяжки ничего вообще почему потому что я себя не пеленала никаких поддерживающих корсетов не одевала и питала сыроедческой пищи и у меня все прекрасно было поэтому друзья мои женский организм он знает как что должно быть если нет патологии при условии если есть патология другой разговор там может быть все что угодно у меня я говорю об идеальном варианте у меня не было никаких патологий на и через месяц все стянулось животик втянулся жировых отложений ну как бы я набрала пять там килограмм но они как-то равномерно по мне распределились у меня ничего не висело складками и оно как-то так потихонечку все сошло но есть конечно у каждого типа фигур у кого-то попа вырастает больше у кого-то животик там жирком покрывается но это все зависимости от физиологии в принципе уже не могу устала сидеть потому что я закрутки делаю периодически даже в течение дня по своим вежам и у меня уже начинает подзатекать спинка а так вот все физиологично если у вас где-то разрыв где-то чё-то там немножко подвыпало где-то что-то это все втянется у меня так было это все заживиться если вдруг у вас сильное кровотечение я на этот случай запасала крапиву в аптеке продается крапива вы ее прям густо-густо до самого черного раствора завариваете и потом сразу же после родов выпиваете ну например пол стакана на пол кружечки то есть грубо говоря 100 грамм там выпивать единственное крапива приводит к тромбозу если вы склонны к тромбозу много крапивы пить нельзя то есть она сгущает кровь и у вас останавливается любое кровотечение я вот выпила и у меня буквально через два часа все там чуть 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 но после родовое шло но это было мелочи которые вообще меня не тревожили если вдруг сильное кровотечение да нужно понимать что значит где-то артерия вена все сразу скорая никаких там этих кровь должна идти ну такая знаете как бы уже темная потому что она сворачивается она вот так если она идет алая и струей сразу больницу то есть никаких разговоров об этом вообще не может быть сразу скорую сразу вперед единственно заготовьте заранее отказы от прививок потому что как только увидят вашего ребенка сразу будут лезть к нему с этими со шприцами для того чтобы бцж поставить все остальное поэтому сразу заготовьте на всякий случай есть что вдруг если откроется после родовое после родовое кровотечение которое вас беспокоит да то есть у меня то была маленькая но она такое которое мне не беспокоит если вас что-то беспокоит заготовьте отказы в общем то и все да все мне кажется так как то просто хотя тема обширная так дальше получается что чем больше женщина ходит в беременности тем лучше для малыша да конечно 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 мы же вообще должны вынашивать ребенка 9 месяцев 18 но сейчас же сразу родовую деятельность вызывают уколы там всякие уколят растворы чтобы пошла родовая деятельность или например там женщина сама начинает паниковать волноваться ей рассказывать что какая-то плацентов что ли стареет какой-то бред полный если вы себя прекрасно чувствуете если у вас все хорошо ну собственно как бы зачем да то есть ну не имеет смысла паниковать Аленушка радостно за вашу дочь скажите пожалуйста была ли за ней охота со стороны СС есть специальная защита у дочки ну главная специальная защита это я я на страже стою насмерть и ну я делаю от себя все возможно но самое главное охота и все остальное это тогда когда вы боитесь я например знаете как думаю а я и о себе так думаю если я в этом мире должна еще что-то хорошее сделать я здесь останусь если я пуль бренная которая никому не нужна так и ради бога буду идти на утилизацию и не жалко поэтому когда вы любите своего ребенка когда вы знаете что она еще очень много в этом мире сделает полезного или сделает ну мальчик да не важно там не имеет значения по гендерному признаку здесь нет разделения если ваш ребенок что-то еще сделает полезное в этом мире значит он будет жить если тем более он будет нести правильные программы в этот мир живоносный тогда тем более поэтому как бы будьте милосердны к мирозданию милосердие проявится к вам то есть будет охранение тем более мы же дарили православному Григорию еще раз пример каждый человек тем более беременная женщина как на ладони у Бога вы охранительны вы обережны и только тогда когда вы сомневаетесь прекращаете на богов ну как бы быть в потоке в этом да в блаже тогда все все заканчивается волшебство поэтому конечно на Бога там надейся сам не плашай то есть не надо там на красный свет ходить да через пешеходный переход но в принципе какие-то такие страшные вещи если вот я всегда когда каждый раз я даю клятву Богу первому или поезжаю на выездной я там принимаю клятву других людей или я вообще что-то в жизни своей делаю я всегда так ну если суждено мне выжить или жить дальше значит я буду жить если я только для удобрения окажусь ну тут уже и так же с нашими детьми не надо бояться страх рождает пробой энергетический я потом людей отливаю на отливки воском бесконечно и непонятно откуда это берется они просто в страхе живут ой сколько нужно детей для продолжения рода ну сколько можете столько и рожайте это без ограничений я считаю 3,5 без ущерб друзья мои женский организм вообще женщина должна рожать каждые 4 года без остановки тогда будет обновление организма ну при правильном питании при правильной жизни женской супругом были женские мужские дни да конечно да мы придерживали женский мужской день соло роды это уровень про восхищаюсь теми кто к этому прошел смотрите для того чтобы пойти в соло нужно любить своего мужа или свою жену это раз во вторых у вас никаких физиологических патологий не должно быть и третье у вас нет никаких сомнений в том что вы понимаете в процессе что может быть если есть какие-то сомнения конечно должна быть либо помощь со стороны либо еще что-то но в целом я вам могу сказать что я в соло пошла потому что я была спокойна у меня была такая беременность вкусная хорошая я прям ну не знаю это как будто бы вот настолько органично все было ну родился ребенок вчера еще вдвоем ложились спать сегодня втроем сопит он на мне да вот кстати по поводу сопит сразу после того как ребенок появился на свет первый час должно произойти кормление ребенка желательно сразу приложить к груди но мы знаем есть такая вещь как касторка пить ее невозможно древнеправославные ее пьют с удовольствием только потому что то сосочек вот женский сосочек не надо там сильно намазывать буквально пол капельки натуральной касторки нужно намазать сосочек первое кормление ребенка когда вы прикладываете к груди должно произойти через помазание соска касторкой и тогда ребенок будет пить всю жизнь и все будет нормально потому что касторка чистит кишечник мы об этом знаем на моем канале чаровное сравнение про касторку много чего рассказывала поэтому ну как бы и владимир Алексеевич писал поэтому касторка это наше все без касторки жить трудно а пить ее невозможно по факту что нет генетической привычки а тут к сисе приложил ребенок с рождения это его родной вкус все вопросов в течение жизни не будет так правильно поза рожать на корточках да я рожала на корточках вот смотрите из истории могу сказать что вот эти роды когда ноги вверх женщина там где-то лежит я сразу знаете когда мне врачи говорят а как это вы так значит а я говорю знаете что я сейчас вот на кушетку положу ноги подниму и заставлю покакать ну-ка попробуйте это сделать так в этом такой геморрой себе я вот сейчас вот простыми словами такими доступными буду говорить чтобы все поняли ситуацию собственно ну как бы попробуйте это сделать либо хотя бы пописать лёжа да вот попробуйте удобно вам будет а попробуйте а представьте вы женщину заставляете тужиться вкалывать ей какие-то гормональные вещи чтобы после этого еще женщина рожала проституток во франции ложили на спину для того чтобы они в этом положении рожали недееспособных детей а у нас сейчас все дети так рождаются поэтому у нас и ДЦП и аутисты и куча еще всего поэтому конечно на корточках все весь процесс ротов у меня произошел на корточках кормили едой до пяти лет или только молоко еда была да нет конечно друзья мои ну что вы первый зуб появился значит уже надо давать прикорм до первого зуба у нас была только грудь и кстати зубы появляются только тогда у ребенка когда чего-то не хватает то есть смотрите физиологически зубы у ребенка начинают расти тогда когда он через молоко чего-то не добирает и организм выращивает прибор который позволяет есть вот эту пищу то есть через обычную пищу добирать если поздно растут зубы радуйтесь прыгайте от счастья что поздно у ребенка лезут зубы значит у вас ценное молоко значит у ребенка правильно формируется организм и ничего ему не нужно а когда ранние зубы в три месяца начинают лезть вот это беда значит у вас что молоко ребенок страшные дефициты испытывает рожать лучше весной лет да ребята какая весна весна лето еще там что-то вы видели вообще древний православный календарь там боги там никакая ни весна ни лет но лето и весна тоже конечно богини следующих конов но я имею ввиду что не сезон то есть как вот по энергетике суждено ребенку родиться потому что он же умер надо родиться в свое правильное время тогда и рожайте женщине благоприятно качать пред для живота ну вы знаете я например всегда была спортивная я всегда была такая знаете это кмс у меня за спиной я вообще у меня до сих пор кубики на прессе я считаю что в обязательном порядке пресс должен быть я вообще считаю что женское тело должно быть произведением искусства по максимуму конечно все зависит от физиологии от дэн там от наследственности от каких-то еще вещей от питания в том числе от гормонального там состояния женского организма но в целом если вы можете выглядеть куколкой красивенькой значит надо ею выглядеть и не насиловать конечно себя диетами а просто заниматься спортом поэтому я приветствую занятия спортом я веду очень активный образ жизни я занимаюсь пять раз по неделю спортом активно и да я считаю что обязательно спорт должен быть объясню почему с точки зрения физиологии дело в том что у нас раньше было два сердца одно качало венозную кровь второе артериальную сейчас у нас одно сердце и оно с кровообращением не справляется плохое кровообращение плохое омытие органов кровью органы испытывают дефициты из-за этого мы стареем а мышцы выполняют роль второго сердца особенно мышцы ног поэтому друзья мои спорт должен быть и чем большего тем лучше не олимпийский спорт который гробит здоровье а правильный у кого-то йога у кого-то плавание у кого-то там приседание если ему нравится у кого-то велосипед то есть ну собственно вы сами выбираете кому что нравится до зачатия оба проходили обследование здоровья да ну то есть как мы проходили мы мы когда познакомились я на тот момент ну просто с супругом мы разговаривали о здоровье он сказал что есть какие-то нюансы я говорю ну если ты желаешь перейти на среднее давай значит ну там посмотрим какие у тебя дефициты какие у тебя хронические заболевания и он собственно согласился мы оба прошли анализы это не потому что мы к зачатию готовились а просто какое-то такое стечение обстоятельств что мы посмотрели общее состояние здоровья и у меня и у него нужно ли предохраняться ну вот здесь интересный момент вообще на самом деле даже если вы будете предохраняться использовать средства контрацепции и все остальное если ребенку нужно родиться он все равно родится даже я против перевязывания в полицию ну короче так перевязывание труп женщины меня поймут да потому что потом начинаются страшные боли и все это яйцеклетка формируется выйти нельзя и я против физиологического вот этого вмешательства в женский организм я против спиралей против потому что это инородное тело любое инородное тело которое попадает внутрь женщины во влагалище в матку оставляет энергетический след поэтому никаких игрушек сексуального характера никаких там вы там ну я не буду это все ужас ужасный этот весь слух произносить мы все взрослые люди мы понимаем о чем будет речь то есть я против 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 потому что энергетически это след след остался а там должен формироваться ребенок ребенок формируется неполноценный после всех этих игрушек поэтому никаких спиралей никаких вот этих страшных ужасов внутри женщины не должно попадать это если мы говорим о контрацепции механической физиологической все что касается например презервативов таблеток если женщина хотя бы раз использовал гормональные таблетки считайте что ваш гормональный фон изменился раз и навсегда и вернуть назад уже не получится поэтому против я против гормональной контрацепции потому что на самом деле с точки зрения медицины это абортирование кто не знает то это абортирование на ранних стадиях поэтому абортирование яйцеклетки то есть имеется ввиду то есть я против и я знаю женщин которые моего возраста выглядят они гораздо старше потому что они применяют вот эти все вещи значит по поводу презервативов ну это такая такое же инородное тело как и все остальные вещи на самом деле конечно когда ну в отношениях мужчина и женщина они находят способ так чтобы женщина все таки не забеременела все эти извращения половые я против все должно быть четко физиологично все для чего-то создано вот то для чего создано это мы используем все остальное это значит все ерунда то есть есть цикл женский который она действительно может забеременеть там середина цикла овуляция все это время когда женщина может забеременеть если у вас есть некие сомнения ну значит в этот период лучше как-то аккуратно да с половыми вещами но у нас нужно понимать что в древней православии было другое во-первых зачатие было тогда когда душа была готова воплотиться то есть не было вот этого хаоса кто когда хочет туда и рождается сейчас влезут все потому что на том свете еще хуже чем здесь и чтобы воплотиться нужно очень постараться очень если еще сильная сильная сущность так тут вообще она готова у кого угодно у пьяницы наркоманов родиться даже бы вообще родиться потому что ее сюда не пускают вот соответственно получается сильные детки начинаются если поза правильная женщина спереди мужчина сзади все остальные уж как получится да то есть раньше было так если вдруг нечаянно женщина забеременела а она была по каким-то физиологическим причинам либо моральным этическим либо еще что-то там но она не могла родить душу просили подождать и организм сам рассасывал плод на ранних стадиях рассасывал не было абортирования вообще не было то есть у нас а душа уже потом воплощалась опять же но через некоторое время уже в то время когда действительно это было удобно то есть в принципе и сейчас даже можно под женский цикл подстроиться чтобы не было беременности той которая нежеланная все-таки мы знаем женщины мы все это знаем когда в какое время у нас овуляция в какое время ее нет то есть грубо говоря это все можно сделать второй момент если вы не хотите забеременеть вы не заберемените женщины это я вам ответственно заявляю если вы не хотите забеременеть вы не заберемените а если вы еще так всяк ну если получится хорошо если не получится ну ладно обязательно заберемените то есть грубо говоря все, то есть мы можем управлять своим состоянием, мы можем делать так как нам нужно, без всяких вот этих стрессов для организма я против аборта, потому что если, вот это нужно знать, у тебя Алексеич об этом говорил, и я все равно повторюсь если произошло абортирование теряют право на перевоплощение, как мужчина так и женщина, но женщина еще под вопросом если она была против а если это мужчина настоял и сделал то он все, исключается из перевоплощения и до свидания если вдруг уже случилось такое что был аборт, а мы через каждого второго, я сразу скажу у меня была единственная в жизни беременность которая окончилась родами больше беременности у меня не было ну просто потому, что я все эти законы канонно знаю так вот, если уже были какие-то аборты и так далее, либо например по физиологическим каким-то моментам так случилось, уж да, что так вот получилось тогда на каждого нерожденного минимум двое-трое детей должно быть рождены то есть понятно, да? то есть это не замаливание типа я сделала аборт и еще рожу нет, ну это как бы все равно в исполнении вины какое-то будет происходить ну это я так уже, да? как говорится просто потому, что спросили ага, большая благодарность за вебинар всех благ, терпения, могущества благодарю огромной Ирине а как же тогда, когда так, вопросы всегда так странно написаны а как же тогда все время рожать что-либо? ну я уже объяснила, да? что если произошла беременность она произошла только потому, что вы сами этого хотели на подсознательном уровне когда женщина не хочет она не забеременеет это первое второе у нас есть цикл овуляций на который мы можем опираться у мужчин то же самое если посмотреть по временным промежуткам но я не буду физиологии вдаваться что есть более активное время сперматозоидов есть менее активное ну то есть, грубо говоря питание точно так же влияет есть питание там например, острое, жгучее какие-то вещи они подогревают гормональную систему и она благоволит зачатию если у вас пресная пища ну тут уже меньше, да? к зачатию благоволит то есть, грубо говоря мы за счет питания тоже можем корректировать эти моменты поэтому, друзья мои если вы как бы понимаете, что настроены на рождение рождение состоится если нет, ну, значит нет а что происходит, когда самопроизвольные выкидыши замежа беременности а я вам сейчас расскажу значит так смотрите тут, значит, забеременела забеременела женщина душа воплотилась а на том конце провода в кавычках родственники идут в церковь и ставят свечки за упокой там или за что-нибудь еще то есть, душа-то уже воплотилась считаем, уже беременная женщина а там плачут по родственнику там сострадают там бьются в истериках расстраиваются еще там что-то делают друзья мои умер человек порадуйтесь он идет в новое воплощение нечего тут слезы лить нечего сострадать вы что такие бедные и несчастные вы живы здесь это великое чудо и счастье ушел человек на перевоплощение радуйтесь в Индии даже есть такая традиция и в Эфиопии что умер человек и во Вьетнаме кажется что там нужно радоваться так радуйтесь ради Бога перед православной традицией никто на поминках не плакал наоборот рассказывает какой хороший человек был чтобы ему легче было перейти в новое воплощение у нас слезы льют и вот когда там на том конце провода из прошлой или позапрошлой жизни сострадают плачут постоянно ставят свечку на год на полгода на 10 лет на 5 лет а ребенок это уже вот он и ему делают инвальтацию на смерть поэтому когда у вас происходит беременность провозглашайте во вселенной что с этого момента этот ребенок в вашем роду что он только ваш и принадлежит вашему роду что никакие другие воплощения там где оплакивают на него не влияют вообще то есть провозглашайте это берите на себя волеизъявления не надо быть как говорится размазнен надо стараться отстаивать своего ребенка я например такая вы конечно там ну все женщины все мужчины разные но в принципе отстоять своего ребенка можно поэтому как только зачатие произошло сразу все до свидания я к вам не имею никакого отношения это мой ребенок мой энергетический в моем роду я его люблю всеми силами поэтому будьте тверше будьте увереннее в себе потому что вы с момента зачатие имейте право на этого ребенка ну собственно если замерзшая беременность ну тут уже понимаете не по вашей вине это не убийство здесь это не причисляется к понимаете аборт это убийство поэтому здесь это не то ну так получилось да ну просто притяните еще ребеночка свою жизнь это это не страшно это жизнь так бывает ну что ж теперь кесарева кесарева опасная вещь во-первых там позвонки куча позвонков шейных ребенку сминают в клочья во-вторых смотрите когда ребенок рождается что он делает он проходит родовые пути то есть пути своего рода и пока он эти родовые пути проходит опять горло вообще и пока он эти родовые пути проходит он всю силу все знания рода в себя вбирает если его через кесарева достали он всю жизнь как не пришитый к этому миру он не знает чем его заниматься он не понимает что его делать он не чувствует своих родителей они вообще вынуты из этого мира что делать мы в этом случае начинаем именно лечение давать делаем так чтобы отец род он следуется через отца племя через мать это мы знаем так вот род родовые пути через мужчину вот мужчина должен взять большую роль воспитания на себя чем больше он будет любиться у ребенка тем быстрее схлопнется вот эта вот связь то есть она обретется и у ребенка который не прошел родовые пути в основном становится родовая сила через любовь отца так и была замершая беременность на 12 неделе ну Олечка смотрите здесь надо посмотреть что с гормонами потому что зачастую абортация происходит на фоне гормонов посмотрите железо внутренней секреции особенно голову что там ваш гипоталаму сделает как у него дела как он поживает правильно ли он сообщается то есть нужно посмотреть че-то видная железа себя ведет поджелудочная то есть все что производит гормоны нужно посмотреть потому что это не обязательно матка выбросила это что-то случилось с гормонами то есть зачастую гормональный дисбаланс бывает тогда когда у человека еще идут метаморфозы в организме вот это нужно знать потому что как получается бабочка из гусеницы происходит гормональный взрыв вот у вас скорее всего идет какое-то перерождение в организме либо вы эмоционально духовно еще перерождаетесь не поняли кто вы в этом мире что вам делать поэтому у вас еще вот дестабилизация на энергетике идет нужно короче разобраться с этим вопросом а потом уже конечно придет полноценная беременность итак именно лечение я сейчас очень быстро буду потому что мы с вами уже почти 3 часа еще тем половине именно лечение именно лечение дает право ребенку выбрать силы всех предыдущих своих воплощений всех своих аватаров все свои вообще возможности способности идут через именно лечение это обережество это силы конечно я провела именно лечение своему ребенку и вот этот момент однозначно был бы учтен на 40-й день по именно лечение надо отдельно проходить целое занятие делать на 40-й день было подтверждение имен и собственно говоря ребенок сейчас ему 9 лет и он носит уже обережество потому что каждые 4 года сменяется имя первые 4 года настоящее потом отчество потом обережество сейчас носит уже обережество то есть она стрибоправивна и же стрибоправа вот соответственно она вот сейчас носит мое имя настоящее если без прививок теперь подробнее о прививках естественно до родов у меня на листах А4 в 10 экземплярах там были запасены отказы от прививок скачивается форма из интернета вся она есть если вас в больнице заставят подписать что-то ну мало ли подписывайте не бойтесь вся отказа от прививок все будет хорошо все будет во благо соответственно моего ребенка с момента рождения не делали никаких прививок но если вы сомневаетесь в чем-то боитесь чего-то опасаетесь чего-то тогда прививки делайте но берите полную ответственность за последствия на себя я четко могу сказать что после прививок дети могут стать и ДЦПшниками и аутистами и умственно отсталами каким угодно потому что помимо того что там есть ослабленный ослабленный вирус который у нас заходит в лимфосистему и сидит до момента ослабления общего иммунитета то есть у нас когда общий иммунитет ослабевает сразу из нашей иммунной системы то есть в ослабленном виде выходит вирус и он начинает под видом какой-то болезни у нас проявляться то есть грубо говоря инфицировали вас в детородном буквально после момента рождения а выскочит в 50 лет да ну то есть откуда у нас берутся опухоль откуда саркомы берутся откуда вообще все берется потому что мы были при рождении инфицированы и зачастую расхлебывание вот этих всех вещей с аллергиями аллергия это вообще откуда у нас поголовная аллергия сейчас пожалуйста прививки уже в котором поколении у моего ребенка нет ни одной прививки мы сейчас ходим в общеобразовательную школу потому что я считаю что при древнеправославном образовании моем которое я даю нужно быть образование и адаптация социализация с этим миром чтобы она не пряталась там дома ай-яй-яй мир вот такой жестокий а знала какой мир и знала как с этим работать чтобы она понимала что любовью можно единить все вокруг даже такой жестокий неправильный мир такой как он и есть сейчас да я ничего не сказала про как его называют свидетельство о рождении дело в том что в течение месяца после рождения ребенка можно получить свидетельство о рождении то есть вы рожаете ребенка проходит там сколько 3-4 дня неделя папа идет в ЗАГС пишет заявление что у нас родился такой-то ребенок и все если они вам отказывают вы им говорите я иду в прокуратуру если они не испугались и все-таки вам не выдали свидетельство рождения вы идете в прокуратуру пишете заявление при этом у вас должен быть идеальный порядок дома у вас должен быть забит холодильник у вас должно быть респектабельно все в доме потому что если придет к вам полицейский посмотреть не издевайтесь ли вы там на ребенка у вас должно быть бабочки фиалки понимаете идеально все должно быть это не так что вы в лачуге родили и к вам пришел полицейский и вместе с ювенальной юстицией отобрала ребенка мы с супругом были готовы у нас был свежий ремонт у нас была отдельная кроватка чистые пеленки идеальный холодильник набитый я сыроедка я купила специальное мясо положила на видное место что если вдруг придут люди начнут исследовать условия проживания моего ребенка что у нас все идеально то есть вот как бы вот так но у нас обошлось без этого нам сразу выдали свидетельство о рождении но я сделала очень хитрую вещь чтобы ну мы знаем что рано или поздно придется получить паспорт а мы знаем что все мы тут как законные опции то есть нас всех по дате рождения очень сильно привязали к этому социуму и очень сильно всех наказали так вот чтобы энергетически у системы не было привязки в свидетельстве рождений дата моего ребенка не такая как дата рождения то есть она у меня родилась 9 числа а мы ее записали 13 числом 13 апреля то есть свидетельство о рождении написано 13 апреля хотя на самом деле ребенок родился в совершенно другой день ребенок в курсе и никто кроме нашей семьи не знает об этом но теперь еще вы знаете мы у нас дорогие православные в принципе как бы ладно да в течение месяца вот так что еще что еще что я хотела вам рассказать грудное вскармливание грудное вскармливание было у меня до 5 лет то есть не нужно думать что ребенок в таких объемах и покушает молочко конечно с течением времени молочка требуется все меньше ребенок уже на прикорме на сыроедческом у нас 5 лет это была такая уже традиция объединения энергетик с утра когда она просыпалась она сосала грудь и перед сном то есть у нас было такое обнимашки целовашки там сисечку где-то пососать ну и все то есть это уже такое какое-то приятное просто было времяпрепровождение вместе но ценность молока вы должны это знать течением времени у вас зарастает то есть чем дольше кормит женщина ребенка тем круче по энергетике и по составу грудное молоко поэтому не скупитесь грудь ничего там с грудью не становится не надо там в панике биться и говорить что это что-то ужасное но мне вот я сразу это конечно женщины тут все поймут но мужчины присутствуют все равно скажут я традиционное белье на косточках вот это вот где у нас косточки были я его не ношу у меня спортивные мальчики которые не пережимают грудь это я уже о здоровье женщины и ребенка заговорят последний пункт в моем сегодняшнем рассказе будет у меня ничего не пережимается ничего не травмируется у меня спортивное белье это мальчика у которой если есть где-то маленький подкладочка даже не поролон это хорошо на таких весомых бретельках то есть у меня нигде ничего вот здесь не пережимается оно разного цвета естественно под белую одежду под темную одежду то есть женщине нужно свое объяснить что вот эти косточки в белье это издевательство что так лимфоток перекрывается и онкозаболевания и различные спаечки образуются и кошмары ужасны с этими мастопатиями инфекция почему в молочной железе заводится потому что нет кровотока кровоток перекрыт если хороший кровоток то и ты лимфоциты лейкоциты и тромбоциты все дойдут туда куда нужно и уберут инфекцию если кровотока нет бюстгалтер неправильный значит все русский говоря хана и здоровья не будет у женщины и молока не будет поэтому здесь как бы обратите на это внимание то есть у нас почему обязательно кормить грудью дело в том что у нас есть некий иммуноглобулин А который когда попадает в организм ребенка он обволакивает слизистые и делает таким образом то есть он обволакивает и микробы вирусы и все остальное не проникает в организм то есть иммуноглобулин этот убивает вирусы а у нас в организме до 4 лет иммунитет не сформирован вот почему до 4 лет надо кормить ребенка кровью чтобы происходила дезинфекция слизистых и первая преграда у нас в организме это наши слизистые вирусы грибки не попадали в организм то есть ну понятно да что если мы не кормим грудью у нас соответственно получается бардак и хаос то есть у нас ну ребенок почему болеет потому что нет иммунитета а его нет до 4 лет потому что все равно нужно иммунитету некоторыми инфекциями переболеть некоторыми грибками и все остальное через себя прогнать то есть организм обучает то есть вместе со своим иммунитетом обучается жить вот в той среде в которой мы живем но постепенно это должно происходить то есть женский организм обязательно нужно разбудить чтобы молочко было но я могу сказать что как бы у меня вот например я уезжала когда ребенку было два с половиной года на две недели я не сцеживалась ничего не делала то есть я ну как-то так жила нормальной жизнью а потом вернулась и ребенок у меня заново рассосал грудь мы продолжали кормиться грудью то есть проблем каких-то вот с молочком ну да его с течением времени становилось все меньше 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 но этого хватало потому что ценность молочка с течением времени заключается в его составе а не в количестве вот то есть кормить грудью обязательно минимум до 4 лет чтобы иммунитет ребенка успел сформироваться а после 4 лет это уже ваше собственное желание как вам удобно так собственно так и делайте да что еще рассказать то еще важно и интересно здоровье мамы и малыша ну я уже про бюстгальтер правильно сказала то есть никаких вот этих куточковых ужасных бюстгальтеров сейчас созданы красивые бюстгальтеры без косточек если бы ну это уже я когда у нас по кабальству занятия будут я свой бюстгальтер только кругу женщин покажу как выглядят все варианты моих бюстгальтеров в которых нет косточек да и вы поймете что это может быть и спортивный и красивый изящный с узорчиками с журчиками там все вам там нравится но он и полезный поэтому друзья мои обратите внимание на это да что здоровье начинается тогда когда женщина начинает следить за собой в плане раскованности организма пропили на ней вот представьте вот все говорят давайте пеленать пеленать обязательно во-первых если вы хотите вырастить овцу заклонную чтобы у вас ребенок подчинялся и умел только подчиняться тогда пеленайте свобода воли она воспитывается с молоком матери это первое второе вот возьми пеленку большую положила сейчас туго запеленная да у вас через полчаса контрактура мышц начнется вас скрутит так у вас начнет все занемеет все заболеет представьте дети днями неделями месяцами лежат запеленные это кошмар ужасный у меня ребенок вот был конвертиком запеленных знаете как вот свободно накинула сверху накинула сбоку и сверху все у нее там руки ноги вот так вот во все стороны мы занимаемся сейчас художественной гимнастикой мы такие пластичные что у нас рот открывается на школу олимпийского резерва хотят забрать но я не отдаю потому что я против таких нагрузок я против того чтобы она росла без семьи ну в общем вот так да то есть в принципе я могу сказать что вот это пеленание это полная ерунда я против пеленания но если вы считаете что это правильно пеленайте я на самом опыте могу сказать что это полная ерунда потому что это такое издевательство и позвонки выкручивают и суставы все вот так вот выворачиваются ребенка все должно быть физиологично как ребенок принял позу так пусть и спит так пусть и бодро так как ему удобно потому что он так развивается я могу сказать что у нас осознанно то есть ребенок следил глазами за моим движением но вот я для сравнения скажу что это уровень там полугода валового ребенка и она родилась через там несколько дней она уже следила взглядом как я хожу по комнате я думала она не мерещится она реально следит то есть про сенситивные возможности способности я здесь рассказывать как бы не буду это все уже понятно что такие дети рождаются особенными в целом про помнить жизни своей предыдущей да то есть она начала рассказывать что ее звали так-то мама ее звали так-то в прошлой жизни она так это и меня звали до твоего животика вот так-то и так все это все сохраняется так дальше вопросы если получилось так что детей вообще нет и абортов нет как это расценивается с точки зрения православия с точки зрения перевоплощения что при этом делается в новом воплощении но знаете на самом деле это бывает тогда когда человек по вибрациям не встретил супруга своего либо супругу да то есть он хотел например деток а вот не получалось просто по вибрациям не было человека рядом который с вами будет как единое целое это просто этой встречи не произошло может быть ваш супруг либо супруга не воплотились в этой жизни вы не смогли найти ее либо еще какие-то энергетические причины ну что ну ничего страшного это не страшно вообще на самом деле я знаете как считаю это я так считаю все дети которых мы любим они наши можно взять ребенка из детского дома так тоже бывает и он не меньше наш чем тот которого мы родили физиологически мы его любим и это наш ребенок поэтому любые дети которых мы любим они наши нет возможности родить возьмите в детском доме и воспитывайте просто это правильно сколько детей бедолаги живут без родителей это не это мое сердце такое вынести не может вот честно я как ну ладно это я уже сейчас в своей личной пойду вашей дочери древнеправославное имя по документу свидетельство о рождении или у нее есть обычное друзья мои имя моей дочери Велена в честь бога Велеса у нее свидетельство о рождении написано Велена Велена то есть она рождена как бы в период бога Велеса она Вели права да Вели права и древнеправославное имя Велена Велена честь бога Велеса и кстати желательно да делать ну если например там есть красивое древнеправославное имя которое можно и в свидетельство о рождении написать но если вот что-то не совсем созвучно чтобы белой вороны ребенок не был ну немножечко видоизменяйте чтобы корень имени бога совпадал с именем ребенка с Светским могу подтвердить что если у человека две даты рождения одна папа свою другая настоящая то когда я считаю ему карму они то она работает не так сильно как карма других людей была очень велика сама как бы выходим из матрицы да да поэтому я рекомендую писать совершенно другое песни пели колыбельные конечно я сама сочиняла и пела конечно да качала в люльке потому что мы знаем с точки зрения физиологии когда мы делаем толчок то кровь наша начинает проходить дело в том что ребенок маленького возраста зараньше же дети рождались уже говорящими ходящими думающими знающими все и в силу того что в природе осталось вот это хождение сразу после рождения да там теленок сразу на ножки встает олененок тоже а у наших детей нет что они недоношенные то вот эта колыбелька когда ты качаешь да это но они же не могут двигаться так активно чтобы у них мышцы работали вместо второго сердца то здесь все нормально вы начинаете качать и кровь лучше по мелким кровеносным сосудам проходит поэтому укачивание это правильно или обычная кроватка была да сказки читали да мы и сейчас читаем иногда только она мне же читает у меня ребенок три года уже читал и писал сейчас мы в идеале знаем несколько иностранных языков это не из-под палки это просто она сама скажите пожалуйста ваше мнение по поводу рождения первого ребенка 45 лет поздно нет никогда не поздно в 90 и в 95 и в 105 и в 2005 мне не страшно рожайте тогда когда вы чувствуете что вы этого хотите единственное конечно здесь уже физиологию свою аккуратненько там все нормально чтобы у вас было там по настроению чтобы супруг вас любил вас поддерживал и детки рождаются великолепные великолепные ничего не поздно все тогда когда надо дочери мировоззрение древнеправославное да конечно конечно мы все благоденствия отдание дани все вместе она все знает она уже зачитывается книга Владимира Алексеевича все знает ну что друзья мои вот и отзанимались мы с вами три часа я уже в настроении полного преисполненного духа что я все правильно сделала ну я от себя еще добавлю если есть вопросы еще пишите если нет ставьте плюсики мы будем потихонечку завершать сегодняшнее занятие это впервые за 9 лет жизни моего ребенка я хоть где-то рассказываю о нем я могла там какую-то очень отдаленную фразу сказать но это так было ну очень кратко я нигде не выставляю ее фотографии вы нигде не увидите ни в одной соцсети фотографию моего ребенка я ничто не афиширую никому ничего не рассказываю не разглашаю никакие вещи согласно там просто этики морали то есть ребенок это то что на показ выставлять не надо то есть никаких соцсетей никаких то есть это прям должно быть за вообще никаких то что я вам рассказываю это просто для того чтобы ваш мир расширился для того чтобы вы поняли как может быть для того чтобы вам было легче передать вот эти все навыки способности возможности связанные с декорождением своим деткам я просто берусь с вами опытом так вопросы друзья мои я вас тоже огромное благодарю мне тоже было очень приятно поделилась тем самым сокровенным как могла поделилась простите что было не так если я с кем-то разошлась во мнении приношу свои извинения я просто делилась могущество вам всем если есть какие-то вопросы создан в скайпе чат материнства и деторождения если есть какие-то вопросы задавайте я вас очень прошу я еще специально проведу курс вебинаров специально все сделаю для вас чтобы у вас все было да запись будет Олечка я вас тоже люблю благодарю огромное запись будет я выложу ее на своем ютуб канале чаровное сыроедение у вас все будет и конечно же всем вам благ я вас обнимаю душой я желаю чтобы у вас все складывалось так как вам нужно идите путем до любви православия потому что это богатство знаний это богатство возможностей способности когда следующий вебинар друзья накопятся вопросы я проведу следующий потому что все по запросу я ради вас сегодня окунулась в этот мир все что вам необходимо я передам все знания от вас нужны вопросы ага так обучение ну все значит будет всего самого лучшего вам благодарю славы почета спасибо я спасибо Продолжение следует...